Девушки отдыхают Привет! Всем привет! Проходите сюда, присаживайтесь по разным сторонам. Ну что, мальчики, мы будем вести сегодня наш приход отсюда из города. Так не очень-то удобно, но тем не менее, слышно и видно. Давайте начнем с мальчика в коричневой курточке. Представься, пожалуйста, кому ты пришел, сколько тебе лет и как тебя зовут? Привет, меня зовут Дэн, Дэн Сольви. Пришел на проект к Оксане Рязке. К Оксане Рязке. Сколько тебе лет? Мне 23 года. Ну, расскажи немножко о себе, что-нибудь интересного. Я занимаюсь профессиональной музыкой, а именно рок-исполнитель. То есть ты музыкант? Да, пою и прыгаю, как макака. Именно поэтому ты пришел к Оксане Рязке, да? Да. Как треха прям. Просто дело в том, что она у нас тоже постоянно солирует, говорит. Вот как ты не боишься, что она тебя пересолирует? Нет, думаю, нет. Думаешь, нет. Почему к Оксане? К Оксане? Потому что, ну, посмотрел пару серий, и она мне понравилась. Очень милая девочка, красивенькая. Понятно все. Ну, посмотрим. Давайте перейдем к следующему мальчику. Молодой человек, представьте, все то же самое. Нам интересно. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Юрий, мне 23 года. Я из Москвы. Занимаюсь частной адвокатской деятельностью. О-о-о. Да, пришел, на самом деле, Катя Токаревой. О, как тоже владение. У нас Катя как-то некрасивая, такая вся выглядит. Посмотрите-ка. Дело все, наверное, в том, так сказать, смотрел программу, слежу за действиями в программе. Похоже, сходным характером. И на самом деле просто нравятся брюнетки. Катя, ну, посмотри-ка, как ты хотела. Смотри, молодой, красивый, юрист, серьезный. Как мальчика зовут? Юрий. Юрий, красивое имя. Приезжайте, пообщаемся, познакомимся. И прямо сегодня. Катя, кстати, вот смотри, какой, на самом деле, лакомый кусочек. Ты не хочешь сама туда приехать? Давай приезжай. Я с удовольствием приеду, развею обстановку, потому что я уже что-то надоелась о четырех стенах. Я с удовольствием и с ребятами пообщаюсь, и с мальчиком познакомлюсь. И посмотрю, как он реагирует на других девочек. Катя, тебе надо не с ребятами общаться, а непосредственно к Юрию. Нет, я с Юрием пообщаюсь, да. И для меня интересно, как он будет реагировать на других девчонок и ребят. Может быть, он там такой мальчик симпатичный, может, он будет стрелять глазками на других брюнеток. Юр, ну ты должен понимать, ты не боишься, что Катя-то едет? Не одна. Катя едет в компании со своей мамой. А у мамы весу мое мнение. Не боишься? Страшно. Мнение о маме, я думаю, будет второстепенно после общения нашего. Наверное, перейдем на вопросы к девочкам. Давайте, начиная с поляны. Кто первый? Давай, Ань. Если не Катя, то кто еще? То есть, если тебе Катя откажет, то тебе Оксана Рязко. То есть, кого вы будете рассматривать или уйдете сразу? Нет, конечно же, если не получится с Катей, например, нужно идти дальше, нужно пробовать себя с другими девчонками. Кто еще помимо Кати симпатичен? Не то, что нравится, но симпатичен. Оксана тоже Рязко. Понятно. Я думаю, тоже буду искать общение с другими девушками. Пока что мальчики отвечают на вопросы, Катя как-то сидит и все чем-то недовольна. Катя, что с тобой случилось? У тебя испортилось настроение опять? Ну, во-первых, то, что мальчики не уверены в себе. И на вопрос, когда им говорят, а если не эти девочки, а кто другой, они почему-то уже ищут каких-то других кандидатур. Если бы вы были уверены в себе, вы сказали, я добиваюсь своих целей, я буду с той девушкой, с которой пришел. Это первое. Второе странно, мне нравятся брюнетки Оксана Рязко. Но ведь действительно, Юр, ты пришел к Кате Токаревой, а сейчас уже выделяешь и Оксану, хотя она блондинка. И еще допускаешь какие-то девушки. Я не выделил, вы попросили просто еще еще. Тем более у вас много общего, вы оба юриста, почему так сразу, если что, так Оксана Рязко? Я просто привел пример, то, что красивый, симпатичный человек, то есть ничего, симпатии на самом деле я сейчас испытываю только Кате. Ну, хорошо, посмотрим, как Юра отреагирует на Оксану Рязко, когда она придет с четвертым размером груди. Я думаю, он устоит. Давайте, Лерочка, давай, продолжаем. Ребята, давайте проверим, вот как ты поешь, мне интересно, проверю ваши таланты. И как прыгаю, как макака, да? Даже забываешь? Ну, да, ну, можно так. Типа дальше, Латон, получается, вот там припел. А-а-а-а, you wanna be my lover, а-а-а-а, tonight is getting harder, а-а-а-а, you can't stop making me worried. Ну, типа, такое что-то, ладно. А есть еще такая техника вокала. Враж вошел. А есть такая еще техника вокала, какая-то вообще брутальная музыка. У меня раньше были дреды, и выходил вот так вот, и получалось вот так. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Занимаюсь просто уже долгое время. Был бы автомобиль, да, я бы показал бы, на самом деле. Ну, и вторая, как бы, сторона – это спорт. Я занимаюсь рукопашным боем, кикбоксингом уже… Покажите вот на Алексея. …12 лет, да. Давайте посмотрим. В 2007 году я действительно занимал серьезные места. Давайте, меньше слов, перейдем к делу на Алексея Санцова. Да что, если мы так, подоптый курык встали? Да что, я не хочу, я что, подоптый курык поставил? Устраивать драки. Мы хотим надеяться, что, действительно, может быть, Катька сегодня приедет. И, может быть, наконец-то и у Кати наступит счастье в личной жизни. А вам всем спасибо. Идите отправляйтесь, пить чай. Все. Привет, Катьев. Раз, видишь, живу. Возьми, это тебе. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как добрились, Юра? Приятно. Теперь уже официально приятно. Катя, так приятно. Пойдемте. Пожалуйста, подручку взять. Да, конечно. Сразу на «ты». Потому что, как бы, нормально вроде. Возрастная категория. Человек солидный, незнакомый. Да нет. Всегда на «вы» обычно незнакомый. Девушка. Есть девушка, потом давайте на «ты». Хорошо. Ты молодец. Слушай, встретил меня так неожиданно, так приятно. Я думала, сейчас приеду, ты будешь там сидеть. Ну, девушек я не думаю, что встречают сидя. Во-первых, тем более, девушку, которым ты приехал, так скажешь, к которой ты приехал. И, то есть, ну, я думаю, что максимум надо уделить внимание. Тем более, так как это наша первая встреча, и надо довести все до консенсуса. Ну, то есть, максимум пообщаться, узнать друг друга. Мало ли. Да, конечно. Почти ее, Катя, такой. Любой вопрос, да. Не очень тебя пугает ее темперамент живой? Понимаете, смотри. Тут можно смотреть, опять же, с двух позиций. У человека, да, у человека есть своя цель, у человека есть свое мнение, что очень важно и главное, так сказать, в наше время тем более. Но тут есть и другая сторона. Если Катя действительно вот поймет, что я к ней буду действительно относиться, то есть, искренне, со всех сторон, так сказать, со всех позиций, я думаю, у нас, так сказать, сольется общее какое-то мнение, и, то есть, вот этот вся ее характер, мой характер, я думаю, мы просто будем это анализировать и нормально решать эти вопросы, то есть, на месте. Не тянуть, а просто вот анализировать все. Делать выводы, нормальные выводы, там, без ссор, да, там, где-то у каждого бывает пробка. У тебя вот так до животика хочется посмотреть, как оно уносило. Ты хочешь посмотреть вообще, как снять, чтобы снять? Нет, корсет нельзя снимать. Да. Кофточку расстегнуть. Давай, сейчас я покажу. Лежи, сиди. Куда ты? В мальчике хотя бы вот так вот. Сиди, сиди. Да не могу я так снять. Посмотри. Ой, слушай, ну круто. Она чуть-чуть потом распушится. Она же вот такая. Она распушится потом. Вот такая она будет. Вот больше, чем у меня будет, у меня сейчас считает. Будет вот такая. А какое ты делала родная? Три в половину, внука. А был? Да, Дашки такая мягкая. Она еще не полностью. По сравнению с моей. Она еще не полностью. Она еще потом, ну, видишь, она уже все вот разная. Да, Ашка так ее кровала. Я так себе могу сделать. Ну, пока тебе страшно. Она горячая прям. А здесь у тебя не делается так. Да, делается. Я тоже так делаюсь. А что такое? Как будто пузырьки там. Надеюсь, вот нажми чуть-чуть. А, да, что это? А что это? Это жидкость там набралась. А, что это? У меня тоже, я вот так. У меня вот здесь даже было. Офигенно. И я только первый раз. Я даже не понимаю. Даже не трогала. Офигенно. Офигенно. А я еще так. Мне понравилось, что делать. Так, конечно. Лена, ну че это? Ну че, че? Просто ягодки нет. Все, ты хочешь. Примешь. 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 Так. Там что она, блин? Уронишь. Там что она? Ну все, биздал, блин. Да хватит. Ай. Че, Катя? Варвара Третьякова обнаружила в телефоне Олега Майами доказательство его неверности. После этого она рассталась с ним. Но спустя день сердце девушки не выдержала. И она тайно от всех встречалась с Олегом, который отбывает дисквалификацию. Одна девушка, похожая на Оксану Рязко. Это наша Варвара. Нет, это неправда. Которая также на что-то надеется. По секрету ездит к Олегу Майами на работу. Да, Глеб? Навещает его. Продолжает его ждать. Да, да, ребят. Вы зря на меня так удивленно смотрите. А ты, Глеб, так впрягался за нее. Говорил, что вот, всех порву. С Олегом поссорился. Она за ним бегает. Да ладно? Да, вот тебе еще одна, скажем так, дурочка. Когда в тюбиле Рассансонов уезжал на день рождения, в тот это момент было? Пару дней назад это было. Ну, да ладно. Я улыбаю руки. Скоро, ребят, скоро. Глебе плохо. То есть она вам говорит, какой Олег фиговый, заставляет тебя впрягаться, да? Но на самом деле она к нему бегает. Она ждет его, поверь. Она не ждет никого. Она ждет его. Она сейчас сделала ситуацию таким образом, что якобы вот она его простила уже. Она, понимаешь, поехала к нему на работу. Они поговорили. О чем мы, конечно же, не знаем. Глеб, если действительно, это правда. Ну, Глеб, а зачем мне тебе врать? Нет, я не про это говорю. Когда про раб врал? Никогда. Никогда. Такой ситуации нет. Просто, понимаешь, для меня действительно, я действительно, не бегаю в данной ситуации. Просто, если это так, если это так, то... Глеб, я так говорю, это так. Значит, получается, она держит меня за драка, я как бы не люблю, когда такие моменты происходят. Позвони Олегу, спроси, вот ради интереса. Нет, этому черту я звонить не буду уже точно никогда. Наверное, под воздействием вечеринки, какой-то доли алкоголя в моем организме, так, наверное, бывает, что в такие моменты там охота увидеть человека, охота ему позвонить. То есть, ты его увидела. У вас состоялся какой-то разговор? Ну, разговор был, ну, не совсем, да. То есть, когда я увидела его, то есть, ну, сначала ни о чем особо не разговаривали. Перед моим уездом мы начали разговаривать о наших отношениях, к чему мы пришли. То есть, Олег начал опять себя выгораживать, говорить, что это все, то, что произошло в СМСках, это просто шутка, что это не так, как я понимаю. Начал выгораживать эту девушку, говорить, что я очернила ее имя, что я сама во всем виновата. И сказал то, что если... Еще были такие слова о том, что ты меня ждешь. Я ему говорю, ну, нет, говорю, Олег, он говорит, я серьезно, я серьезно, я тебя не жду. Он говорит, если ты меня не ждешь, то я приду с другой девушкой. Я говорю, ну, удачи. Вот эти все моменты меня добили до конца, да, ну, все как бы. Но для себя ты точно решила, что все, с тобой ты больше никогда не будешь. Что бы он ни сделал? Или еще оставляешь на девушку? Нет, знаешь, я себя, возможно, сейчас обманываю, да, там, вас обманываю, говоря об этом, обо всем. Внутри души все равно там где-то проскальзывает, это, блин, ты все равно хочешь быть с человеком. Но я хочу перебороть что-то, потому что если он сейчас будет здесь один на проекте, да, и я буду одна, мы как-никак будем подтянутся, да, к друг другу, возможно, хотя я постараюсь все это предотвратить. А если бы у Олега сейчас была девушка, с которой он пришел, да, допустим, то, ну, я бы даже в его сторону не смотрела. Субтитры сделал DimaTorzok Я не тусовалась с друзьями на дне рождения. А места больше нет уже, по-нему, не там тусовались, ты что, гонишься? Что ты там делала? Слушай меня. Мы поехали, я говорю, все, типа, мне нужно ехать, Леха звонит, говорит, типа, приезжай, типа, сейчас домой уже поедем скоро. Ну, все, давай, вообще. Мы поехали, я вам звоню, говорю, ты на работе? Он говорит, да, я говорю, поговорить надо. Все, иди. Все, я зашла. Да мы даже, мы просто с ним даже толком не разговаривали. Мы с ним поговорили за эту ситуацию, вот то, что произошло, типа, крути. О чем ты вообще с ним разговариваешь? Ну, ты знаешь, когда вот бывает, когда у тебя в голове, я не знаю, блин. А ты что, я же как знал, я же как знал. Нет, знаешь, бывает. На следующий день тебе, сука, сказал, что ты, ты по-любому набухалась и позвонила в Майами. Вот отвечай в смысле, я же тебе сказала, ты мне говорила, что, да ты что, я, да нафига он мне нужен. Ты понимаешь, что этот баран, походу, позвонил сам лично и рассказал про эту ситуацию? Ну, ты что, пускай. Зачем вообще-то сообщаться с человеком, который тебя унижает, понимаешь? Ты не слышишь меня? Ты выслушай меня? У тебя никогда такой ситуации не было? Когда ты, ладно, грубо говоря, там, тусуешься, да? Ты понимаешь, что это правильно? Да я понимаю, ты что думаешь? Ну, я, знаешь, ничего такого там не сделала, чтобы меня сейчас вот, я не знаю, просто для себя там под таким состоянием охоту было узнать. Я хочу перейти к другой теме. Я хочу поговорить о Варе. Вы уже все знаете о том, что Варвара совершила очень неожиданный поступок. Она поехала к Майами на работу для разговора. Я хочу понять итог этого разговора, к чему вы пришли, и хочу услышать от тебя какую-то четкую позицию. Отношения за периметром. Тебе стало легче? Вот ты приехала и с ним поговорила. Тебе легче стало? Нет. Нет? Нет. Человек предал тебя. Знаю. Изменил тебя. И ничего не сделал, чтобы увидеть тебя. А опять сделала ты, чтобы приехать к нему. В тот момент мне, на самом деле, захотелось ему позвонить, его увидеть. Не знаю, что он мной руководила. Сам факт того, что я это сделала уже, да, это не исправишь. Лучше сделать то, что ты хочешь, на самом деле, чем ходить и потом жалеть о том, что ты этого не сделал. Может быть, что-то было иначе. Ты до сих пор его любишь, Варь, скажи, пожалуйста. Я никогда не говорила, что я Олега люблю. У меня влюбленность к нему. Даже после того, что случилось все равно эти чувства там, они никуда не деваются. То есть чувства к нему есть. Да, но на данный момент я не хочу строить отношения с Еленой. Но на данный момент, вот Глеб смеется, это ключевые слова, мне кажется, да, Глеб? На данный момент стоит ему просто появиться где-то на горизонте. Я уже говорила, Варя сегодня на тататете, что ему даже цветы не надо покупать, потому что она и так его простит. Стоит ему только рядом оказаться и сказать нужные слова. Нет, я считаю, что в данном случае это абсолютно правильно, что она говорит об этом и признает, да, то, что у нее есть чувства, а не врет, да. В данном случае Варе выбирать, да, говорить по-честному. Порой просто наступают такие жизненные моменты, когда чувства и трезвый разум, они должны, в принципе, да, как-то договариваться между собой. Варе сейчас просто отсутствует полностью гармония внутри нее, поскольку она разумом понимает, что эти отношения приведут в утопию, да, но и тут же, как бы, она ничего не может с собой поделать, поскольку, как бы, она все-таки девочка, да, девочке позволительно жить какими-то эмоциями. Мне кажется, что... Это может быть точка в отношениях, Глеб? Нет, мне кажется, что... По существу уже. Мне кажется, что Варе еще на этом телепроекте достаточно много, как бы, хапнет от Олега неприятных моментов. А ты будешь ее в этот момент уберегать? Или все? Я знаю, что я тебе хочу сказать, как бы, я в любом случае всегда буду рядом. Да, но чтобы она что-то поняла и сделала выводы, да, там, и, может быть, поменял свое отношение к Олегу, она сама по себе такой человек, что она вот должна получить граблями, понимаешь, она должна наступить на эти грабли несколько раз, может быть, да, чтобы что-то понять. Олечка, тебе не обидно за Варю? Жизнь такая штука, что, к сожалению, большинство девочек только на своих ошибках учатся. Сколько бы вы ни говорили сейчас, она пока сама не поймет, вот до самой до нее не дойдет, когда она вот сама не прочувствует это достаточно, ее не отвернет от Олега. Но у нее есть привязанность, и есть такой, знаешь, момент, что чем меньше любим, да, тем больше нравится. Ну, вот так вот, зацепила ее. Я могу рассказать, да, о том, что Олег тебе сказал? Да. Он сказал, что он придет на проект чуть ли не с девушкой другой. Нет, он сказал, ты меня ждешь, спросила. Да, Варя сказала нет. Он говорит, я серьезно, я говорю, ну, я тоже серьезно, я тебя не жду. Тогда я приду с девушкой. Да, говорит, если ты не будешь меня ждать, я приду с девушкой. Ты говоришь, Илья, нормально вообще? Ну, знаешь, я тебе могу так сказать, я вот лайтово скажу, что тупая женская глупость, вот реально. Тупая женская глупость. Знаешь, вот они просто ноги вот так вот вытирают. Это про Олега нюхать, по кого? Да это про Варю, про рязку, да, про, ну, почему? Потому что об них ноги вытирают, ведут с ними как попало. В глаза говорят, что буду с другой спать тебе назло, а ты, блин, стоишь и все хаваешь. Этого человека в периметре нет, я не знаю, как будет дальше, не знаю, как я сейчас буду с ним вести, когда он придет. То есть его нужно будет смотреть только по факту. Ну, хорошо, по факту, так по факту. Мы временно закрываем эту тему, потому что нет смысла ее обсуждать, когда присутствует одна лишь Варя. Хочется поговорить... Третьякова, хотя обижена на Олега Майами после обнаружения доказательств его измены и отношений с ним не хочет, сказала, что чувства к нему остались. А дисквалификация Олега за грубое поведение тем временем завершилась. Я вернусь! Это чей-друг идет! Здорово, братик! Здравствуйте! Я у тебя! Нормально все? Да, все нормально. Ты как? Нормально. Что там? Ну, иди, располагайся. Слушай, ты не знаешь, Варька мои вещи не выкинул из комнаты? Да нет, вроде еще. А она здесь? Ну, да. Ну, рассказывай, как тебе? Что рассказывать? Ну, как у тебя, с кем отношения строишь, что ли? Одна, Олег. Атош, я ж переживал! Ой, да ладно. Думаю, как же Варенька здесь! Чем же занимается? Чем живет? Все я сказала? Да. Вещи забираю и... На выход. Я буду жить здесь. Не, Глеб, говорю, Олег, ты здесь не можешь жить? А, не понял, вы что вообще обборзели мои бывшие? То есть, вы будете, значит, жить здесь? В смысле, да нет? Подожди, подожди, сейчас. А, ну да, все правильно. Ты в соседни спишь, я здесь. Олег. Надо постирать... Там пакет целых, а то их вещей лежит. Расскажи мне. Что, Олег, тебе нравится? Расскажи мне, что у тебя нового. Олег, они все супер. Почему Глеб ухаживает за тобой, а целуется с Лерой? Ну, а я что, претендую на него? Скажу. Претендуешь? Я на него? Да, говорили, что тебе очень нравится, что ты по секрету никому не говорила просто. Да? Не могу признаться, а ты меня расколол. Варя, ну пора уже говорить правду, Варя. Олег, все, отстаньте. Варечка, признайся, признайся Глебу в любви. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот смехота. Девушку потерял, друга потерял. Быть-то как мне! Вы толком не расставили точки, толком не поговорили, как мы с тобой дальше общаемся. Вообще, кем мы с тобой другу приходимся. Все-таки мы не чужие другу люди. Угу. Вот. Ты, когда меня нет, ты говоришь о том, что я тебе до сих пор прежнему нравлюсь. Да, это я. Что ты не отрицаешь, что мы можем быть вместе. А когда ты... Ну, Олег, я ни одно слово не отрицала по поводу того, что у меня всякая симпатия, чувства и тому подобное. Я как говорила, я это могу в любой момент подтвердить. Чего ты меня? Слышь. Хорошо. Постоянно какие-то неприятные ситуации у нас там получаются в отношениях. А, все, почему? Что, тебе неприятно было с ним находиться? Слушай, фути опять начинаются. Ты настолько задета, видимо, у тебя... Да чем задета-то, я понять не могу. Мне кажется, обиженная женщина как-то по-другому выглядит, нет? Ну, сейчас у тебя по твоему лицу ты такая. Какая? Я просто Олег не выспалась. Не принимаю его на свой счет. Ой, я просто уже на свой счет принял. Да? Зря. Счастья тебе желаю. От всей души, искренне, найди себе парня и будь с ним рядом. Пусть он дарит тебе позитивные эмоции, счастья, радости, веселья. Спасибо. И чтоб вы с ним танцевали вместе до упаду. И чтоб играла медленная песня. Пополам с тобой делили мы это утро. Пополам с тобой. Ты смотрела на него и понимала, что это он. Твой парень. Глеб. К чему вообще этот разговор? Вы вообще не понимали? К тому, что ты и я, мы были вместе совсем не так давно. И совсем недолго. В последнюю встречу я поступил как полное говно. И теперь исход таков, что расходимся с тобой. Я буду, ты будешь другим, и я буду с другой. Спасибо. Хоть Валерия Кашубина ночью и уединялась с Глебом, когда он сегодня приехал в город, общение у ребят не сложилось. На проект сегодня вернулась Катя Хлесниченко после своей дисквалификации за неосмотрительное поведение. Дисквалификация закончилась и у Олега Майами, который за время отсутствия успел обидеть Варю своей перепиской с Катей Крутилиной. И во время приезда даже был буквально выставлен Глебом из квартиры из-за слез Варвары. Вытолкнули тебя, да, когда ты приходил? Вытолкнули. Вытолкнули. А теперь пришел сам. Вытолкнули. А почему ты с Катей Крутилиной? Расскажи нам, пожалуйста. Ну, во-первых, с Катей Крутилиной мы друзья, и мы дружим достаточно долго год. Именно поэтому ты собирался снять номер, для того, чтобы с ней прониковать в гостинине? Ну, я тебе говорю, что абсолютно не так была понятна переписка в Варе. Абсолютно мы просто прикалываемся. То есть из гостиницы тебя тоже вытолкнули, и ты пришел на дом 2? Из гостиницы. Нет, на самом деле, про гостиницу, и все, что Варя прочитала, это просто было наприкольно. Ей показалось просто. Да, да, ну просто прикалывались, полгода все не виделись. Приехал ты с какими мыслями? Приехал с положительными. Я не имею там вида на Варю. Ты не имеешь вида на Варю? Это вот ключевые слова сейчас. У меня нет претензий к Глебу, у меня нет вообще. То есть ты пришел строить отношения? Я пришел строить отношения, естественно. Но вы обещали, что вы решите вопрос с тем, где вы будете жить. Да, у нас сегодня так и не было возможности, потому что... Мы приедем поговорим. Вы приедете поговорить, но давайте поговорим здесь. Давайте. Что отсягивать? Ну смотри, я бы с удовольствием жил в мужской, и просто там нет кровати. Поэтому, наверное, я перейду просто в седнюю комнату. Хорошо, Варя, ты что скажешь? Олег приезжает в седнюю комнату. Тебе не обидно, что Олег не хочет тебя вернуть? Это обоюдное решение. Нет. Ну, видишь же, что он тебе по-прежнему нравится. Я это не скрываю, нет. Мало того, я, наверное, единственный человек, который рад этому, что он сюда вернулся. Хоть он и косячит немало, да? То есть ты сейчас, собственно говоря, не скрываешь, что ты готова его простить, у тебя есть чувство? Нет, нет. Прощать я его не то, что не хочу, но просто у нас нет отношений, вот и все. Но ты по-прежнему испытываешь к нему чувство? Да. Ну, разве тебе не больно находиться рядом с человеком, которому ты испытываешь чувство, но тем не менее ты понимаешь, что он с тобой не хочет быть? Ты от этого не страдаешь? Нету там какой-то боли. Я сама пришла к тому, что мы не будем вместе, это раз. Во-вторых, я понимаю, что нормальных отношений из этих отношений уже не выйдет. К чему продолжать это все? Не выйдет почему? Потому что Олег к этим отношениям не готов. Они просто ему не нужны, вот и все. Не то, что он даже не готов, он вообще к отношениям не готов. Но он утверждает, что он пришел на Дом-2 строить любовь. Ребята, все мы знаем, кто такой Олег и для чего он тут строит отношения. А расскажи нам, кто такой Олег? А расскажите. Олег строит отношения для вас, для виду. Потому что выезжая из-за периметра, у него другая жизнь, у него другие девушки, у него другие интересы. То, что происходит в рамках периметра, я считаю, что это просто для показухи. Я не хочу такие отношения. И ты была тоже для показухи все это? Да, да, я больше чем уверена. Чтобы показать вам, что Олег все-таки что-то делает. Ты была для показухи? Ты делала все? Да, Олег. Бессовестная. Я просто открылся человеку, понимаешь? А она оказывается... Ну, Олег, не надо сейчас юрничать, правда, пожалуйста. Вот это вот сейчас дешевый театр, он вообще ни к чему. Да, я с тобой полностью согласен. Я открылся человеку, а она так со мной поступила. Она назвала наши отношения, нашу любовь показухой. Ну вот, правда, Олег, ну не смешно даже никому. Честно, что будет дальше, я не знаю, да, там... Мне кажется, не то, что возможно. Ну, в жизни всякой, да, бывает. Я сейчас не могу сказать, что точно все, мы никогда не будем вместе. Если захочу, будем. Не захочу, не будем. Ты нормальная? Да. Ты могла предупредить, что ты будешь говорить такие вещи? Я бы что-нибудь другое сказал. Сыграли бы, да, в очередной раз? Оль, меня, знаешь, меня убивает, честно. Вот это вот... Сначала она отрицает все... Я не отрицаю, я скажу, что я не хочу этих отношений. Но что будет дальше, я не знаю. В жизни вообще всякое бывает. Оль, я скажу так же, я не знаю, что будет. Понятно, что сейчас Майами говорит о том, что Варя, как ты могла, бессовестная. Сказал Майами, дополняя очередные новые смс-ки про отели с новыми девушками. То есть понятно, что лучшая защита – это нападение. Это вот сейчас тактика Майами. А Варя, мне кажется, ожидала другого. Ведь недаром она к нему приезжала за все это время. Мне кажется, она ожидала, что Майами приедет и начнет как-то, может быть, искупать, искуплять свою вину. Может быть, где-то ухаживать. Потому что, действительно, мне кажется, Варе Майами очень нравится. Поэтому она и Глебу говорила о том, что ничего не будет, и другим мальчикам. То есть, мне кажется, ей действительно искренне нравится Майами. Но сейчас она видит, что Майами вот так легко от нее отказывается. Непонятно тоже, почему мне совершенно. И, естественно, ей как девушке это неприятно. И она сейчас говорит, что вроде бы мне это не надо. Но потом видно, что она расстроена. Ты думаешь, если сегодня Олег захочет чего-то большего, он этого не получит? Если Олег захочет, получит. А завтра опять от нее уйдет. И Варе, самое интересное, что, Варя, мы много раз видели твою категоричность. Ты говорила, точно нет. А потом в итоге уезжала к нему в гости. Хорошо. Не думаю, что ребята смогут долго друг без друга, если честно. И несмотря на то, что очевидно, что у Олега нет любви к Варе, мне кажется, что пока он будет здесь один, он все равно будет рано или бузно прибегать к этой девушке для разных моментов у тех. Спасибо, Сереж. Тут, мне кажется, самая главная позиция должна быть у Вари. И пока ее у нее нет, к ней так и будут относиться мужчины. А мы тем временем переходим к... Ты что, вообще гонишь? А? Ты гонишь? Что? Ты гонишь? Почему? Зачем это тебе? Чего ты бежишь от проблемы? Ты сейчас вот так уйдешь? Варечка, нет проблемы. Все подумают, что ты сломался. Нет проблемы. Да есть проблемы, это сам знаешь. Проблемы нет у меня абсолютно. А что тогда вот за видок у тебя? Ну, это просто я тебе говорю... Что просто? Ну, Олег, ну не мне рассказывай. Вместо того, чтобы сейчас бежать от этого... Никто не... Вместо этого лучше доказать народу, что это не так. Варь. Ты бежишь от проблемы. Я здесь никогда никому ничего не доказывал. Что уйдешь, это ненормально. Да кто тебе пока это сказал? Ну, Олег. Ну, я же пока... Я же не вижу по тебе что-нибудь. Ну, не надо пока ничего говорить такое. Просто есть мысли такие. Почему? Ну, просто был там, просто думал. Думал вообще о жизни своей. О будущем. Не знаю пока, я еще точно не решил ничего. А чем ты был возвращаться, не понимаю. Как зачем? Для чего? Потому что я еще ничего не решил для себя. Хочется с год развития дальнейшего. А у тебя нет? Почему? Почему проблемы? Не понимаю просто. Привет. Чего с тобой троллите? Не знаю. У тебя что-то произошло? Не знаю. Я не знаю, что у меня происходит. Почему гонишь, Олег? Извините. Почему гонишь? Что случилось? Я знаю. Что случилось? Не сгонишь. Из-за чего? Ну, я не знаю. Я не знаю. Я ничего не так плохо. Не знаю почему. Не знаю, что происходит в моей жизни вообще. Ты не ценишь ничего вообще. Ты к всему легко относишься. Вообще, касса. Вся проблема. Нужно всегда относиться к всему легко. Да нельзя. Так или просто. Если так ты ко всему будешь носить, ты все можешь терять. Так боишься свою искренность показать, Олег? Ты все перевожешь на шутку. Ты все закрываешь в своей маске. Все. Свои все искренние эмоции, которые ты реально хочешь показать. Но не можешь почему-то. Какой-то комплекс. Я не веку, Боже. Я не веку. Я не веку. Я не веку. Я не веки сейчас. Я не могу сказать, что вы... Я не веку. Я не веку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 пример новым участникам, которые должны смотреть на старых участников и брать пример с искренности, слезы, разочарования, нотариальные эмоции. А ты вот выщешь выгоду, чтобы вернуть мне нужен Олег, а то я без него не вытяну. Моя реальная эмоция это то, что мое желание развиться и чего-то добиться. Это моя реальная эмоция. Я любимый путем я буду этого добиваться. Вот и все. Мы тебя послушали. Прежде всего, не какой-то своей выгоды и расписывать здесь сценарий. Подождите, мы думали, что Глебу нравится Варя. Оказывается, он преследовал какие-то свои интересы, хотел участвовать в другом шоу. Оказывается, что Глебу не нравилось. Они пришли в смысле... Его главная мотивация была не Варя, а ты. Я думаю, что да. Я думаю, что Варя ему не нравилась. Слушайте, ребята, вы заврались, я хочу вам сказать. Вы тут заврались немножко, хочу вам сказать. Вы играли на чувствах Варя вдвоем по очереди. Я не играл на чувствах Варя. Чтобы в итоге оказаться вместе на нашем проекте, чтобы вместе продолжать работать над вашим шоу. Я не смог играть на чувствах Варя, именно поэтому наш разговор не получился, понимаешь? Я не смог играть на чувствах. Меня задевали его слова. Реально их задевали. Хотя, в принципе, где-то там в глубине души и своего мозга я понимал, что это все как бы так нужно, понимаешь? Что-то такие дураки, я хочу вам сказать. Просто заигрались, заврались, заигрались. Ну, Олечка, я не заврался. Но если бы для вас было важно именно создать там команду творческую, то зачем бы вот все вот как-то все как-то... Каша какая-то. Каша какая-то, да. Я согласен. Неправильная. Если бы ты был искренним здесь с нами, если бы ты в первый день, когда сюда пришел, сказал, что моя цель не построить отношения, а построить там свою карьеру. Я вот хочу принять участие в такой передаче. Он не говорил про эту передачу. Во-первых, потому что про передачу, про передачу, про передачу, про передачу, про передачу, про передачу идея родилась прямо здесь, на проекте, когда мы начали общаться с Олегом. Прямо это здесь родилось. Сюда на Дом 2 я пришел. Помимо того, что, как бы, понимаешь, надо отходить от стереотипов. Дом 2, хоть и называется, построить свою любовь, Дом 2 обхватывает абсолютно все отношения, которые могут происходить между любви. Развитие, дружба, ненависть, вражда, любовь, понимаешь? И в данном случае, находясь здесь, я нахожусь здесь, потому что, да, я в открытую говорю, я хочу построить свою карьеру. И в данном случае, я не буду тратить время, я нахожусь здесь, чтобы развиться, чтобы получать развитие. И в данном случае, если у меня появится здесь девушка, которую я буду любить, да я буду только рад. Лена Бушина с тобой сейчас в ссоре, Олег Майами с тобой в ссоре, Варя с тобой в ссоре. Ты сейчас заведенный, на эмоциях кричишь. Весь коллектив в шоке, потому что вы нас всех водили за нас. Почему мы обсуждали какую-то любовь Глеба к Варе? Вот этот цирк. Я что, не пойму, сзади стоять и говорить искренне о Глебе к Варе. Оказывается, это просто какой-то камень-дебаттл. Да иди ты в ссоре, Глеб, со своей любовью якобы к Варе. Если ты используешь Варю, если ты используешь Майами, то нас всех участников здесь использовать не надо. Ты продажная мерзкая шкура. Ребята, мы хотим вот участвовать в этом, и мы вот там будем все делать. И все. Потому что сейчас смотрят зрители и думают, что у тебя фикция, что я, блин, на самом деле не жду ребенка, что это все фикция. Ребята, вы не понимаете? Нет, наши зрители не терпуют думать, что у нас здесь просто тупо шоу. А я не хочу, чтобы ко мне подходили на кассе, говорят, а ты правда беременна, потому что вы такие, как Глеб, фикцию сеет. Он же не фикцию, это затошение. Да потому что вы сеете фикцию. Один человек так влияет на вас на все. А не только ты, Глеб, а много кто из таких, как ты. Так ты, сейчас Олег, да все вы сеете фикцию. Меня так гражает. Потому что я не хочу, блин, в таком жить. Я не хочу обсуждать, действительно, вот этот треугольник тупой, потому что вас нету. А что ты маме себе не говорила, когда мама твоя, скотоник, лупилась? А это не было фикцией. Мама искренне расстраивалась и переживала, Глеб. В отличие от... Почему, знаешь, наша семья здесь долго? Потому что мы наши все эмоции, искренние и настоящие. Поэтому, Глеб, а вы со своими фикциями все время... Оль, успокойся, во-первых. Глеб, сейчас что ты делаешь? Произошла такая ситуация. Эмоции, давай. Я, понимаешь, я людям звонил. Мне сейчас неудобно, вообще просто, в принципе, сейчас человека, понимаешь, как бы... Я абсолютно не планировал подставлять кого-то еще что-то сделать. Ничего такого не хотел. Понимаешь, я вообще... Я отвечаю, в смысле... Мне такое же огромное желание было. Я за свою идею прострал вообще все. Участие в передаче, понимаешь, как бы... С миссис Ваги сейчас пускают... Дай бог с ним, ладно. Как было, так и было. Проехали дальше. Сейчас, как бы, типа, там, я этим ей воспользовался. Пофигу. Бывает, понимаешь? Как бы я переживу все эти моменты, понимаешь? Как бы, ну, жаль, конечно, что... Единственное, мне еще жалко, что, ну, вот... Ну, ничего еще не потеряно. Да, ну, все потеряно. Да ничего не потеряно. Я не хочу. Почему ты ставишь крест здесь, на каком-то моменте? А потому что у меня попало желание. Хорошо. Потому что все. Глеб. Потому что в данном случае я буду делать только все сам. Хорошо. Я не навязываюсь тебе. Слушай, я не навязываюсь. Так и все, давай решили. Я не навязываюсь. Давай решили вопрос. Я просто хочу, чтобы вот эта ситуация, этот конфликт... Я тебе говорю, я признаю ее неправду. Одно дело, ты хочешь пробиться, развиваться. Здесь ничего плохого нет. Карьеру здесь строят. Но другое дело, когда вот такими какими-то путями нельзя открыто это сказать. Зачем нам врать про эти все отношения, про эти все треугольники? Ну, мне обидно. Потому что после вот таких вот манипуляций, которые устраивает Глеб и все остальные, ну, все зрители смотрят и думают, а правда, может, у них сценарий? А может, у них сценарий беременный? Понимаешь? Мне вопросы такие иногда задают люди. Не, ну, то что... Мне тоже сегодня было вообще целое откровение, если честно. Я на какой-то момент начала верить, что Глебу искренне нравится Варя. Ну, вот ты помнишь, вчера приехал с вечеринки, я тебе сказала, я не верю в то, что девушку, которая нравится, можно так обложить матом, как вчера ее Глеб облажал. Глеб, мы еще молодые парни, у нас еще все впереди. Да все впереди. Сейчас получилась такая ситуация, Глеб. Просто я отвечаю, я не люблю быть дураком. Я отвечаю, мне просто злит это безумно. Меня отвечаю, меня прям разрывает вот эта ситуация, понимаешь? Когда все дают добро, а потом в итоге все такие, сука, хорошие такие остаются, а я как придурок, понимаешь? Я лицемер, я не настоящий, я не друг, ты использовал, ты урод. Ты кинул Лену, ты кинул того-то. Хорошо, давай мы сейчас вот эти все моменты, их надо отпустить и подумать, есть ли у нас еще... Я всем, получается, все. К тебе хорошо относился, к Варе хорошо относился, с Леной подруга. Лена моя подруга. Лена начинает с моей подругой звонить ведущим, говорить то, что я ее подставил, кинул. Варя начинает говорить то, что я ее подставил, кинул. А Лене заявляет о том, что я как человек говно, так я не могу понять, я же что сделал-то не так. Я тебе еще раз объясняю, что эту ситуацию я по-своему видел. Вы все, вы все как-то ее по-своему понимаете. Ну по-своему видим, да, Глеб. Я просто отвечаю. Глеб, а ты сейчас говоришь для меня абсолютно новые вещи, я даже подумать о них не могу. Я просто говорю о том, что я вот всех, вот всю вашу, вот эту компанию, которую мне сейчас говорят, о том, что я не прав, я вас в жопу просто всех посылаю. И вы не нужны мне в моей жизни, потому что я не хочу иметь в этом глядном с тобой только людей. Да, надо быть категоричным, потому что я запарился, потому что на меня, на меня, постой, понимаешь, ездят. Мне нужно думать в первую очередь теперь только о себе, потому что я запарился. Мы переходим к более серьезным и грустным, к сожалению, вещам. Глеб, для нас сегодня стало открытие для всех, что ты заигрался в нашем проекте. Ты строишь какие-то схемы, планы, стратегии для реализации своих каких-то желаний. А это запрещено разве? Ты знаешь, нет, это не запрещено, просто, если честно, многие ребята от себя другим человеком представляли. Я тебе объясню просто в данном случае, понимаешь, там то, что говорит коллектив, да ради бога, мне, понимаешь, тут больше, чем с половиной в дальнейшем жизнь моя пресекаться не будет. А то, что я мутился... Ничего себе как-то заговорил. Ну, это действительно так. Ну, в смысле, давайте не будем лицеверить, мы тут в десны все не целуемся при встрече, как бы, да, тут есть приятные люди, есть неприятные люди, да, если касаемо коллектива. Коллектив может думать все что угодно, как бы, это в случае моя жизнь, как бы мне выбирать, как ее выстраивать. Касаемо того, что я выстраиваю какие-то планы, схемы, да, там, и в данном случае я никого не обманывал, да, там, если я говорил, что мне нравится ВАГа, так я никого не обманывал. Вот действительно мне нравится, как бы. В данном случае, как бы, если посчиталось, что она разменная монета, как бы, ну, То есть получается то, что ты сюда пришел не за чувствами, а за какими-то творческими достижениями. Я тебе объясню. Понимаете, ребят, мы 8 лет жили не по сценарию. И как только в «Доме-2» появляется сценарист, или тот человек, который думает, что он может писать, продумать какую-то схему, написать сценарий, нет, Глеб, не получится. Разве это правильно? Ребят, ну разве так жить на «Доме-2» это верно? Оля, я считаю, что... Оля, вот скажи мне, пожалуйста, сегодня вот это все, вся старца всплыла наружу. Ты одобряешь действия, Глеб? Я считаю, что ты подставляешь весь проект. Потому что после этого подходят ко мне и спрашивают, Оля, а ты правда беременна или по сценарию? Понимаешь, даже такое спрашивают. Потому что после такого сейчас люди будут думать, да так и знали. Там 100% сценарий, реалити, не забывайте приставочку, ребят. Конечно, шоу, это все классно. Но шоу можно делать не из-за отношений, а там, не знаю, какие-то вот как-то сценки делаешь. Потому что это все круто, классно, свидание, то, что там творчески, это все круто. Но давайте не будем забывать эту приставку реалити. И все-таки искренность должна быть. Потому что, Оля, я считаю, искренность это самое настоящее, самое вот дорогое, что может быть. И если она пропадает, теряется смысл. Глеб, а ты вот можешь хихикать, говорить там, что вот, ну я неправильно там мыслю. Но вот у тебя четвертый приход и результат ноль. Оксан. Я тебе хочу сказать, Глеб, ты реально, то иди в Щуку или МХАТ. Если ты актеришка дешевый, я хочу тебе сказать, ты дешевый актер, дорогой мой. Вкладывай на свою учебу тогда и поступай в Щуку. И учись на актера. И на выступай в театре реально, на сцене, понимаешь? А не 24 часа играй. Получается, мы тебя мусолим, обсуждаем твои темы каждый день. Варвара, Токашубина. Лучше, что порыли, типа, и обвинять людей в воровстве, которого он не был. Актеришка поганый. И мечтали о том, что Леша будет с тобой. Вот это дурец. И вот за этих людей происходит сценарий. Я и договорю, да, и договорю я тебе еще раз. Ты потом расскажешь, голос у меня прорезал. Потому что ты живешь. В данном случае я живу, если вы говорите, что... Я живу, я живу здесь. Оля говорит, что ты на реалии, так я вам расскажу, друзья. Завязывайте жителей взорный мир. 100%! Четвертый раз тебе Бордина и Оля Бузова дают шанс. Дорогой мой, так ты пользуйся им. На все 100%. Спасибо. А кто-то здесь сидит в городских квартирах, понимаешь? И в конце ноября может отсюда уйти. Хочу к Олегу обратиться. Хочу понять. Олег, ты тоже немножко заигрался? Это тоже была часть схемы Глеба? Или для тебя хоть что-то в том, что ты делал, было по-настоящему? Вы знаете, Глеб, он когда там звонил мне, да, Глеб преследовал... Он не преследовал мысли и там какого-то замыслов всех обмануть, там, каждого за нос взять. Нет, не выгораживаю. Просто человек там преследовал там просто цель меня вернуть, понимаешь? Ой, Варь, а ты что думаешь по этому поводу? Меня расстраивает то, что у нас еще один игрок на проекте появился, да, там. Ну, ребята оба заигрались вообще. Играют непонятно во что. Я не понимаю, зачем меня сюда было, Глебу вязать. Придумать опять какую-то а-ля Лену Бушину, а-ля опять неразделенную... Подожди, но ты же, получается, принимаешь эту игру, если ты знала? Я тебе предлагал вернуть тебе парня. Я же тебе предлагал участие и какого-то развития. Я для тебя защищал, тебя отстаивал. И мои какие-то хорошие к тебе отношения. И я с тобой был всегда открыт и всегда предельно честен. Если вы считаете, что Олег и ты, считаете, что вы люди, которых можно поиметь, так и живите с этим. Значит, вы просто, Мария, если так считаете. В данном случае я вам предлагал абсолютно взаимовыгодные условия, чтобы всем было хорошо. Глеб, ты не отошел после вчерашней вечеринки. Ты неблагодарная. Да, я неблагодарная человеку, которому ходили, промывали уши. Ты мне так нравишься. Ходил с ним в коллективу, орала об этом. А я как дура сидела, принимала от Глеба какие-то ухаживания. Так тебя это зацепило. Так тебя это зацепило. Чтобы Глеба только не обидеть. Тебя это зацепило. Да не только ты поверила, понимаешь? Я поверила. Я его жалела. Я его шубина, понимаешь? Он сценарий пишет. Он бред вообще. Скажи, пожалуйста, ты вообще вот все, что сейчас слышишь от Глеба, ты понимаешь, что он говорит? Ну, собственно говоря, хочу нести ясность, что я не знала, что здесь такая монополия. И мы, и фишки, которыми нужно взять банк, да. Но как бы, Глеб, я очень много здесь прошла для того, чтобы открыться и понять, что я хочу искренних чувств, да. И когда вчера на все, что сказано, я приехала и все-таки хотела объяснить Глебу, что действительно я вижу его как мужчину, да. И я не понимаю тогда, почему эти объятия, к чему поцелуи, к чему разговоры об отношениях, если, по сути, действия твои, они ни к чему не ведут. И ты абсолютно не прав в том, что ты нужен только себе, и ты, там, женщине своей не будешь нужна. Женщина делает своего мужчину, это неправда. Лер, ты сегодня приехала за тем, чтобы Глеба забрать. Я так понимаю, что у тебя не удается. Ну, да, я Глебу предложила, да, но я не знала, во-первых, данную ситуацию. Вы понимаете, просто я, ну, как бы здравый человек, да, я здраво размышляю. Думаю, что я когда-то слышала Глебу такие слова, я боюсь, что она будет играть. Я боюсь, что у нее какая-то своя игра. Про тебя, да? Да, и я так понимаю, что только человек, который играет, может так подумать. Он может делать выводы, что другие, наверное, тоже играют так же, как я. Нет, Глеб, я не играю. Я живой человек, у меня настоящие искренние чувства. Да ты просто мне не нравишься, я не могу, я не воспринимаю тебя как свою женщину, как непонятно. Я не искренний, я игрок, а вы все такие хорошие. И вам на моем фоне будет еще лучше казаться. И вы вот летаете, порхаете, говорите то, что ба-ба-ба, мы такие искренние, мы такие хорошие. А я, пускай, буду вот таким говнецом. Ну, ничего страшного. Скажи мне, пожалуйста, что тебе нужно? Любовь или творческая реализация? Любовь или творческая реализация. Это две вещи, которые идут абсолютно наравне. Как только у меня появится девушка, я буду строить отношения и заниматься своей творческой реализацией. Я очень надеюсь, что хотя бы эти слова ты говоришь искренне, и что ты действительно будешь строить отношения, когда эта девушка появится. Ну, а мы тем временем переходим к последней теме. Олег, что-то я смотрю, совсем уже подрастроился. И, видимо, все, что сейчас слышал от Глеба, для него это тоже стало отчасти откровением. Но сейчас я даже хочу поговорить с тобой не о Глебе, а о том, что с тобой происходит, и о твоих переживаниях. Перед Варе тебе стыдно, Олег? Перед Варе мне очень стыдно. За что? За то, что у человека ко мне чувство, а мне просто как бы, ну... Все равно. А мне все равно, можно так сказать. Это очень некрасиво и неправильно. Вот, и поэтому, собственно, все это накопилось как-то. Ну, а почему же вы сидите вместе, Олег? Почему же вы весь день провели вместе, не выехали до сих пор из комнаты? Хотя обещали мне этот вопрос закрыть еще вчера. Я спал не в комнате. Ну, ты спал не в комнате, но твои вещи по-прежнему в комнате. И в любой момент вы можете оказаться опять вместе в одной кровати подружески. Посмотреть кино сегодня вечером, например. Нет. Нет. Ну, ты говоришь, нет, ты сам улыбаешься. Нет, я в кровати, в кровати к Варе я стараюсь как бы, ну, там... Я стараюсь не доходить, пока еще скажи. Ну, стараюсь, в смысле не лезь. Вот. Ну, это не смешно. Я прекрасно знаю, чем вы занимаетесь, каждый. И я знаю, что до лобного места вы шкафу занимались волшебством. Нет, нет, нет. А что вы мне сейчас говорите? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Оля, вы опустите. Послушай меня, послушай меня. Нет, это вы меня послушайте, не надо греть. А что вы делали в шкафу? Послушай меня. А что вы делали в шкафу? Что-то у нас, Назь, Ермаков, наверное, там обыкалась, который день подряд. Вы решили по фонарной схеме пойти уже? Валя, Валя, не знаю, как вы там смотрели, что вы себе представляете. Мы все смотрели, все слышали, видели. Послушай меня, послушай меня, я тебе вот объясняю, как было. Варя встает с кровати, ну, снимает там себя вверх. Я просто закрываю шкаф, там ничего не было. Я вышел оттуда же, просто кем вы. И 15 минут, ну, вы там закрылись. А я отсчитывала, Валя, мы были закрыты там 15 минут. О, да все, ну, больно же вылечить? Тихо. Все, давай. Олег меня запер, грубо говоря, в шкафу. Он сам даже не был в этом шкафу. А, он зашел в шкаф, запер, но самого его там не было. Хорош, это бред. Слушай, если бы было волшебство, я бы сказал, было волшебство. Я же в прошлый раз не говорил, не знаю, что... Так вот и дело сейчас тебе уже признаваться будет не очень. Да, Оль, да не было ничего. Да, что ты уже говоришь, что все, ничего не будет, ничего не будет, а тут опять все произошло. Да ничего не было, Оль. Вот это клевета называется. Между нами все закончено, коллектив, Оля, между нами нет ничего. И между вами больше никогда ничего не будет. Я не знаю. И в шкафу. Да не было ничего в шкафу. В шкафу не было. И не будет. И не будет в шкафу. И ни в шкафу, ни за балдахином, ни в туалетах. А не было, потому что неудобно. Не будет в шкафу ничего. Хорошо, Катя, хочется послушать городских. Кать, колесничанка, бедненький Олежек, старейший. А когда ты ведь дольше 15 минут мог. Да это я еще округлила, Кать, там было меньше, чем 15. Меньше было. Я просто преувеличила чуть-чуть. Олечка, я могу сказать, что Олег, конечно, очень похотливый парень. У него с этим все нормально. И Олег действительно любил всегда в разных местах. И на машинке, и на столе, и на кухонной плите. И, возможно, у него была вот эта фантазия, которую он всегда хотел воплотить. Пока камеры... Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, затолкай. И по-тихо, обижали. Ах ты, мохнатый шмель. Но если тебя, ну, как говорится, обволшебничали без поцелуев, это сухо. Мне кажется, это не любя. Поэтому не надо на это подписываться. Я не могу. Я себя чувствую просто какой-то старой бабкой. Я сейчас покраснею, побледнею. Я чувствую монашкой вообще у меня... Ты монашка в твоей жизни с рождения. Может, я что-то вообще в этой жизни не понимаю. Может, мне тоже в шкаф залезть сегодня. Обвиняюсь в том, чего не было. Вот сегодня придем в комнату, и тут шпокнемся в этом шкафу. Хорошо, а мы все будем за этим наблюдать. И как Варя все-таки сделает это с Олегом в шкафу, узнаем сразу после лобного места. Это после проекта «Онши», что ли? Там минуты даже шкафу не было. Еще чуть-чуть, пятна отсюда, какие пятна отсюда. Ладно, все это понятно, короче. Но давай все-таки сделаем, что ли? Что, обвиняют? Да. Без рублей. Конечно, что бы. Я знаю, что бы. А потом, слышишь, сейчас, предположим, произошло бы, да, это назлость, да. Вырезку бы сделали, типа, долгого. Сто процентов. Она просто в шоке от того, какой он... Он ей очень подходит в волшебстве. И она теряет голову. Вот есть кобель, а Варя женский пол вот этого вида. Нет, есть другую ситуацию. Есть женщины такие. Подожди, ему достаточно подойти и сказать, Варюня, и она все, холодильник разморозили, лужи вокруг. Смотри, ну, во-первых. Подожди. И ему достаточно... Ты помнишь, я помню, не делилась. Они здесь, они здесь, без балдахина, под камерами волшебством занимались, они не стесняются. То есть, если кто-то завешивает, перед тем, как где-то там, да, на плите, да, они не завешивали, ничего не делали. И более того, Олег, действительно, ему это надо делать. Но есть Варя, которая никогда не откажет. Глеб любит это состояние, когда вот он в центре внимания, такой вот сейчас вот весь вот против всех, против толпы, против коллектива. Пускай наслаждается, Лера, отношения этому человеку не нужны. Не нужны. Я не понимаю, что ты еще хочешь от нее добиться. Я приехала, говорю, у меня было, знаете, такое ощущение, ну, не дожали, да? Ну, как бы вот, было что-то, но не дожали. И вот мы в тот же раз с Ирсаней на разговаривали. Я не знаю, что вы там не дожали, Лера, честно. Надо до конца было, то есть, сделать упор. То есть, ну, я чувствовала внутри, что надо, ну, вот я говорю, Ирсан, значит, надо, вот, говорю, приехать. Говорю, правильно? Ну, как мне посоветовать? Он такие вчера вещи говорит, я вот тоже не понимала. Он так просто, прости меня, Лера, тебя пускает, а ты приезжаешь. Я не понимаю. Ты знаешь, я говорю, у меня было моменты, мне было моменты вчера неприятные, и моменты мне просто смешно на это все смотреть. А жителей Поляны гораздо больше интересует завтрашнее мужское голосование. И в его преддверии ребята решили рассмотреть непонятные отношения Олега Майами и Вари, потому что Олег является одним из кандидатов на уход. Вижу перед собой запутывавшихся парня, который никак не может резюмировать ни один свой поступок. Вот что с Варей сейчас у вас происходит? Ничего. Я так понимаю, вы не в отношениях, но живете в одной комнате, занимаетесь волшебством. Потом ты собираешься в свои вещи, уходишь ни с чего, ни с того. Волшебства у нас, я чувствую, что не было очень давно, недели две уже. То есть, когда мы там последний раз, думаю, ухода, на моей дисквалификации мы с ним виделись. Мы не занимаемся волшебством, я здесь не ночую. То есть, прихожу сюда переодеться и все, я время свое провожу внизу на кухне. Просто пока нет места, куда мне съехать. Я в женскую не могу вещи с ней перевозить. Я сегодня провел ночь в женской. Как только сейчас на мужском кто-нибудь идет, я переезжаю в мужскую и все. Варе он нравится. Варя бы хотела быть с ним, хотела бы нормальных обычных отношений. Но, к сожалению, Олег таких отношений дать не может. Олег еще не может до конца определиться, нужна она ему или нет. И вроде с ней хорошо и комфортно. И вроде бы коллектив ее как-то подстебывает. А ему-то не хочется этого. Он сторонится от этих подстебов, старается, чтобы его лишний раз не трогали. И вот Олег как-то мешкается. И поэтому Варя, к сожалению, принимает вот такой формат, что вроде бы они хорошо общаются, но вроде бы иногда там что-то происходит. Просто таким образом сохраняя свое место рядом с ним. Может быть, ты тогда наметил уже другую кандидатуру на свое сердце? Уже начинаешь как-то, не знаю, присматриваться к девочкам? Знаешь, из нынешних наших девочек точно нет. Ну, почему нет? Девчонки в женской спальне очень симпатичные. Твоя бывшая, в конце концов, как у нас. Нет. Да, другая совсем. Не хочу. Другая после чистки лица, в смысле? Нет, я говорю, одна бывшая, другая бывшая. Нет, мне не нравится. Не хочу. Это все прошлое. А Аня? Аня нет. Аня – это девушка Бори. Ну, слушай, когда тебя это останавливало? Во-первых, во-вторых, а какая она девушка Боря? Они не в отношениях, они не посылают, ничего не происходит. Ладно, я тебе скажу более конкретно, она меня не привлекает. Угу. Ну, хорошо, то есть, если не с Варей, да, то вообще, что мы будем делать дальше? Я тебе объясню, что будем делать дальше. Я хотел у ведущих у вас, да, попросить, если у вас есть возможность, когда-то вы мне давали, но я испортился своим поведением, я бы хотел съездить на кастинг куда-нибудь. Он вчера ночью пришел в женскую спальню, мы с Катькой были там вдвоем только, и спал, ночевал в женской. Я спросила, а почему ты не с Варькой? Он говорит, ты знаешь, надоела. И я понимаю, что просто Олег из той категории людей, которые рядом с собой хотят видеть сильного человека. А когда он понимает, Варя, она слабохарактерная, она испытывает чувства, я это вижу, коллегу, она стала его рабыльней, все. И она не может жестко поставить ультиматум, либо так, как я скажу, либо давай до свидания, он видит эту слабохарактерность и воспринимает ее как балласт. И кроме того, вы когда-нибудь видели, чтобы Варя кого-нибудь отстояла нормально? Я нет. Я видел, как она отстаивает их отношения. А я понимаю, она может орать, она может выдлить, она может материться, но никогда я не видела, чтобы Варя кому-то что-то доказала. Слушай, Катя, ну а тебе не кажется, что для начала надо бы хотя бы свой авторитет поднять? И когда ты мужчина авторитетный для всех ребят, то твою девушку ни в коем случае не будет ни обижать, ни подсъебывать, ни трогать. Так может начать с себя, а не ждать, пока твоя девушка заработает авторитет, а потом к ней прийти. А вот у Олега, к сожалению, есть небольшая проблемка. Он считает, что все проблемы создает на самом деле не он, а девушка. И если он видит Варю, которая слабеет его, ему проще за ее счет показаться более сильным, унизить ее. Что он, собственно, делает? Он держит ее на коротком поводке, потому что физиология возьмет свое. В какой-то момент ему захочется опять ласки, нежности и шкафа. И он скажет, Варюнечка, я соскучился, опять произойдет. Подружка моя. Да, опять бортанет. И самое большое унижение, которое происходит в адрес Вари, как раз таки от Олега. Это он ее репутацию гасит. Он этого не поймет никогда. Знаешь, Дашуль, а может быть оно и к лучшему, что я вчера узнал, что она про меня говорит гадость. Потому что сейчас я окончательно решил. А так вот, вы правы, ведущий, вы правы абсолютно, коллектив, что мы вот это тянем, это непонятно, то мы вместе, то мы зажимаемся, еще что-то. Сейчас у меня окончательно отбилось желание вообще. Какие конкретно гадости она про тебя говорит? Говорит гадость. Ну, слушай, у моих девушек, с которыми встречаюсь потом, есть, конечно, доля моей вины, что я с ними плохо расстаюсь, то есть я сам провоцирую их там на гадости в мой адрес, да? Ну, гадости говорить про мою ориентацию, я считаю, это абсолютный бред. Вы сначала живете со мной, вы меня называете самым лучшим мужчиной в вашей жизни, что вы счастливы со мной, а потом вы от обиды, говорите, называете меня нетрадиционной ориентацией. Я считаю, что это последнее, что можно сказать. Хорошо, но ты считаешь, Варя сама с тобой хочет быть? Да. То есть до сих пор она хочет быть с тобой? Да. Я чувствую это, я вижу ее улыбку, я вижу, как она смотрит на меня, как она меня просит остаться, еще что-то. Но нет. Ты думаешь о новогодних подарках для близких? Забей и сделай главный подарок себе. Попади на новогодний концерт Дома-2. Все очень просто. Пришли больше всех смс за видео Дома-2, которые ты считаешь самым крутым, и ты точно отметишь Новый год с нами. Начинай прямо сейчас. Сливки, вот это сливки. О, сливки. Ходила в тот дом? Да, конечно. И что там было? Да ничего. Как тебя Олег встретил, больной. О, да, все, вот это нытье. Болеем. Нытье прямо? Ну, я болею. Что произошло? Тут была автотестовка, налетели семеро, я болею. Я говорю, Олег, говори по факту, что было. Ну, короче, он вот шутился и все. Он такой, я сегодня в этой комнате сплю, я такая вообще из чего. Я в женской больше спать не буду, а это и моя комната тоже. Я такая, я не знаю, что-то подходит. И чего, вы вместе будете платили? Не, я у меня в женскую привезу. В женскую привезу? Да, зачем? А ты сегодня за ним бы вышел, она бы предварила? А? Да, наверное. Вышел бы? Ну, он в смысле, я же не говорю. То есть никто закинул бы предварила, чтобы ты вышел? Он же сказали, что он не вышел бы за аварию, что он ждет новых видео. Подожди, почему здесь серьезно? Он вышел бы. Серьезно, он так сказал. Он вышел с шоколадкой, начал манить всех девчонок. Типа, никто не хочет выходить, но знаешь, шутить, жевать. Он говорит, ну, в общем, я жду ту самую, которая ценит и придет. И это не варен. Будет искренне. Я говорю, а может это варен? Он такой, нет. Да. Типа, это не варен. Обиженный, обиженный. И вот ты против кого будешь голосовать? Походу, Азур не уйдет. А кто уйдет? Азур не уйдет. Вот опять я, понимаешь? Тут, может быть, два варианта, либо Боря. Либо Артур. Нет, Боря не уйдет. Почему? А потому что у них сани. Ой, слушай, то, что у них сани договоренность в маршрутке. Ну, что вы мне говорите? Сидели в маршрутке, договаривались о чем-то. Спасают друг друга. Ну, что за это? Ребят, ну, сами верите? А что вы не договорились? В эту пару. А что вы не договорились в маршрутке? Слушай, ну, что ты хочешь сказать? У них полюбовное, что ли, или что? Или они сейчас говорят, давай, тебе же так лучше будет, если мы будем вместе. Ну, что, люди сошлись на том, что они друг другу выгодны. Почему я не пробую? Слушай, я понимаю, у нас что тут? А в чем проблема? У вас одни сценарий пишут, другие по выгоде, по какой-то. Так давайте что, давайте за тобой там встанем. Ты сама такая же. Сценария, в чем я такая же? Ты сама съехала, договаривалась. Что ты сейчас несешь? В чем я договаривалась? Сегодня по сценарию. В чем я договаривалась с тобой? Чтобы Олегу истерики только ты попросил меня не устраивать, чтобы Олега оставили. Чтобы ты же договаривалась со мной. А это какая договоренность? Это договоренность. Это договоренность? Ну ты же хотела устроить ему истерику. А мы с тобой договорились, чтобы мысли не было. Подожди, стой. То есть смска пришла, я ничего не отреагировала, я не могу? Я что? Я могла, если как ты говоришь по сценарию, я могла не отреагировать и поехать домой с Олегом на поляну и устроить разносому там. Ну извините, я не такая меркантильная тварь, как некоторые, то ты не мог. А ты в смысле чего исполняешь его, вы понимаете, в этом смысле? Они там договорились, не договорились. А я сейчас про тебя сказала, я по нему говорю? Нет, зачем ты смысл вот этого исполняешься? Твое имя как-то сейчас. В смысле, конкретно красная педаль. Вот конкретно красная педаль, да. И знаешь, я за то, чтобы здесь люди... Я за то, чтобы люди тут строили искренние отношения, понятно? Слушай, ты с тобой раздвелись, искренние отношения. Слушай, я тут, мне кажется, одна из не парких людей, которые говорят искренние. Я тебе скажу так, что вначале у нас здесь много было пар, которые заселялись не искренне, эффективно, но потом перерастали в какие-то эмоции, чувствовали бы... Здорово, Катя. Похожая ситуация с Черкасов и Варвина. Абсолютная фикция заселялась. Абсолютно непонятно людям, что было нужно друг от друга. Люди, касаемо тебя, что ли, смысле не улыбают? Красивая история получилась, я не друг другу притерлись. Тебя убудет? А почему? То, что люди сидят в машине, что-то обсуждают, общаются. Тебя от этого убудет, что ли? Глеб. Люди пьют водку, тебя касается это. Ты до следующей детьми наступаешь на красную педаль. Да, встал. Глеб, просто позвонила ведущую, сказала бы это. Слушай, так мне нужно выделить красную машину, красную машину смигалкой. Глеб, а может ты задумаешься о том, что четвертый раз пришел на проект, может бухать надо прекращать, а потом обижается. А я правда умею. Слушай, про тебя, Словнинского, ведущие сразу-сразу сами сказали, потому что, ну понятно, Глеб там уже был. Потому что раньше синяча, потому что раньше синяча, конечно. Депутация, понятно. А я отрицаю, что ли это? Я синяча, не могу насинячить. Ну у нас фиксы. А ты просто красная педаль. Ты чисто красная педаль просто. Ты со мной поругаешься. Беспонтовая. Ну давай, ты сценарий, ты трогай пишешь с тобой, что? Напишу. А, Коля Должанский, Лера Мастерков, полная фиксия была. Понять не могу. Напишу обязательно сценарий, Глебович. Писадоров тебе дата, обязательно сделаю замечательную лоб. До свидания. Дешевую бесите под мостом. Слушай, я тебе что-то запомнил. Ты когда под мостом сопьешься. Обязательно сопьюсь. Да вот не обязательно сопьешься. Я тебя приглашу, наверное. Слушай, на тот момент, поверь, на таких как ты, я вам деньги на паперти буду раздавать. Именно на паперти. Потому что на этой паперти будешь стоять ты, бедолага. А почему это вы, она вот так агрессивно наборилась? Потому что она брать. Просто знаешь, у нас здесь фикция, громко заявляли о фикции Коля Должанский, Лера Мастеркович. Я объясню просто, о чем она говорит. Мы сидели когда в машине. Чуть было, просто не переросло в любовь. Я говорю, Саня, вы что общаетесь? Что вы как-то общаетесь? Очень странно. Если вы другу нравитесь, начните что-то делать. И они с Аней начинают разговор, что, слушай, Аня, может действительно попробуем? Да, давай попробуем, как друга напрягать не будем, как бы. Ну попробуем за другом поухаживать, пообщаться, может это что-то выйдет. Вот о чем она сейчас говорит. В каком контексте. Сегодня бабы придут, сегодня бабы придут, сегодня бабы придут, и пацаны их найдут, и пацаны их найдут. Только Олег, только Олег, только Олег их найдет. Только Олег придут, и пацаны их найдут. А Леша опять не достанется, он обидится на Олега, а Олег будет с девочками. Олег, а Леша будет один, они там выводят в зал. А-а-а, они там, и теперь, а-а-а-а! Это же жестко, это же жестко было. Вот, ребят, ребят, пожалуйста, ребят, если есть какие-то люди, ну, человечные люди, если есть, шея, 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 шея. А мы с Глебом не ждем приход, да, Глебать? Пипец просто. Знаешь, я скажу, что... А я тебе микрофон жду, и попробую смотреть. А это, это и Глебро попало, это и такие стальные ребра. Будет лобное место, и кому-то из нас, ла-ла-ла-ла-ла, придет невеста, может быть, и ко мне, на-на-на-на-на, может быть, и Глебану, может быть, к Глебану, может быть, к Глебану. И Глебенце славу, может быть, и к Артуру, но, скорее всего, на-на-на-на-на, придет ко мне. Ты так ждешь, смотри, да? Да нет, конечно. А что, давай, что за разговоры понять не могу? Что ты мне мозг делаешь? А что такое? А, ничего. А что случилось? Я понять не могу. Я тебя просто не понимаю. В смысле? Ты молодой. Ну, а как? Что ты мне не понимаешь? Что не понимаешь? Так ты мне одно говоришь, потом ты другое говоришь. А что я тебе говорил одно? Олег. А что я тебе говорил? Ну, ничего, все. Ну, вот. Именно. Показалось, наверное. Вот именно. Я не понял. И она не поняла, там такое ощущение, что ты хотел встречаться. Ты слышишь? Ай-и-и-и-и, подлоги песню на. Ты слышишь? Через пару часов лобное место. Да лобно. Кому-то из нас придет невеста. Ведь к нам придет сегодня две челочки. Наверное, челочки придут сегодня ко мне. С приятной нежностью. Но я думаю, что не ко мне. Не к тебе. А бы так хотелось, что пришла ко мне челочка. А ведь так хотелось, что пришла ко мне челочка. А ведь так хотелось бы, что пришла ко мне челочка. Челочка, челочка, челочка. Значит придет тот час. Значит придет, раз хочется мне. Час молчания. Я хочу, что пришла Полина. Я хочу, что пришла Светлана. Час поперей. Я хочу, что пришла Марина. Я хочу, чтоб пришла Анастасия Я хочу, чтоб пришла Ольга Я хочу, чтоб пришла Валентина А что же ты будешь делать с Варей? А с Варей я ничего делать не буду Почему? Почему? Потому что с Варей отношения закончились Ну и что? Ну и то Ну и то Значит не получится Ну и то, что все у нас закончилось Ну что же, мальчишки, держитесь Потому что прямо сейчас В эти ворота входят Красивые, потрясающие, молодые Озорные, юморные Девчонки Юморные девчонки, не бывает? Ой, не подготовились Здравствуйте, девочки Здравствуйте Вообще вторая бомба Это у кого-то зубы Можно? Что за белочка к нам пожаловала? Расскажите С орешками Решла к вам, ребята, с дарами Здравствуйте Здравствуйте Бабуля, как только узнала, что я делаю проект Говорит, раздай мужикам орешки Что-нибудь, какие-то проблемы? Я рассказала, сейчас расскажу Что бы, да, бы не было, к сожалению проблем Рассказала, говорит Если мужики расколят и съедят по два орешка То могучей и здоровой будет голове Сейчас она будет приворожить тебя, Глеб Куда ты ешь? Да, откуда ты стоишь, Глеб? Я не буду Ребята, прошу вас, дорогие мужчины Взять по два орешка И действительно, пусть они принесут вам силу, энергию и здоровье Я же мужчину принесла Почему, когда Майами тянется, ты убираешь коржи? А я хочу пройти Майами у меня просто особенное положение Поэтому я хотела У вас особенное положение с Майами Оставить на закуску Я бы не рисковала Вдруг приворожью орешками Сейчас все мужики потом за ней бегут А есть что? Может, взял попить? Юра не захотел бы Зачем мне орешки? Слушай, а что будет? Может, как орешки? Итак, ты сразу начала дарить подарки Все защелкали, как белочки Но так мы не узнали твоего имени Как тебя зовут Гарна Дивчина? Меня зовут Алена Алена, замечательно, красивое имя, Алена А я пришла к Олегу Майами Офигенно умирать А почему Олег? Тихо Потому что я считаю, что он развит интеллектуально У него потрясающее чувство юмора В нем кипит, кишит энергия Я считаю, что мы подходим друг к другу Но я более размеренная, умеренная персона Я считаю, что его энергетику и его малодушие могу направить в нужное русло Глеб, не налегай на грецкие орехи, они очень калорийные Это мои Итак, а тебя не смущает, что, собственно говоря, с девушкой Варвары у Олега, между прочим, абсолютно незаконченные отношения? Ну, посмотрим, поживем и увидим Просто пришла, высказываю свою симпатию коллегу К Варваре вообще ничего плохого совершенно не имею в виду Считаю, что очень достойная персона Ну, подожди, тебе придется как-то отбивать молодого человека Ты же должна была прийти и сказать, что Варвара, теперь как бы твой самолет улетел Теперь я вот такая красивая Алена с орешками в руках пришла отбивать у тебя Да, Ксюша, мы будем отбивать Да, будем отбивать Раз так, будем отбивать Как-то Нет, ты не должна говорить то, что я говорю Ты говори то, что ты думаешь Просто мне кажется, это логично Логично будет, если Олег проявит ко мне взаимную симпатию И отсюда будем плясать, я так считаю А ты из какого города? Я из города Курск Курск? Да Курск Замечательно, надо сказать Так, давайте теперь перейдем к девушке-блондинке И вас как зовут? Надежда Надежда, мой комплекс Ну, если вы еще и Глеба, я вообще тут сразу попробую Конечно, любая Надежда, это твоя Любая Надежда, это твоя Действительно, Глеба? Да Замечательно, так, рассказывай Ну, мы познакомились на сайте love.dom2.ru О-о-о-о И тут ваши сердца вы соединились Соединились, да Я вообще, на самом деле, не ожидал Так, я так понимаю, в разделе знакомства, да? Да, в разделе знакомства Нет, это же постоянно Ну, рассказывай Очень нравится Глеб А вообще, за периметром у меня Муж Муж, давай, детей Уже и нет у меня за периметром В общем, у меня брат за периметром Злобный Который мечтает мне выдать замуж за своего партнера Бизнес-инвестор Он инвестирует бизнес в Россию Вот, и он мне говорит Никуда ты не денешься, выходишь замуж Я говорю, как так замуж? Я же, вот мне Глеб нравится Глеб, говорю, нравится Я тоже, что еще и везде Да, у тебя странная У меня есть все, в принципе У меня не хватает Глеба только На самом деле А что у тебя есть, рассказывай Я работаю Слышь ты Это тихо, подожди У меня может судьба решается Я работаю в строительной компании Начальник отдела страхования Вот, в принципе, живу здесь Ну, в общем То есть ты москвичка? Не, ну, я думаю, ну да Упакованная девушка У меня мама сейчас сидит И говорит Не протягивай шанс, дурак Я тебе больше не вздумаю Я думаю, сейчас не только твоя мама Но и Самсон и все говорит Черт, не ко мне Квартира есть, все есть У меня уже все хорошо Хорошо, ладно Ну что же, вот такие две замечательные Девушки, сколько лет, кстати? Двадцать шесть Двадцать шесть лет Нормально Двадцать шесть всего? Ну, много Чего много? Шесть чего? Много Мне-то двадцать четыре Двадцать шесть девушки Это много Мне двадцать, Глеб Ага А мне тоже шесть нравится Э, э, о, щит Это, ебать, ты офигела Или так говорить? Девушка пришла красивая Двадцать шесть много А мне пойти застрелиться в двадцать девять, что ли? Ну, у меня мужчина тоже уже взрослый А сколько? У меня мужчина застрелился Начинается с Алексея Самсуновым Мы задаем свой вопрос А через сколько вы готовы заселиться? Быстрее, я вам просто Как, пообщаемся? Нет, ну через сколько? Готовы вы сегодня заселиться? Если вот Сегодня нет А ты? Я видела человека только на экране И, соответственно, мне нужно пообщаться с человеком А ты? Да, но Я считаю, что во всем важна последовательность Привет Привет Девчонки Я скромный, то есть, но не обращайте внимания Хотел вас узнать Главное, что я интеллектуальный Вот когда звучит Девчонки, а можно? Вообще-то первая девушка сказала, что я интеллектуальный Спасибо тебе Не сказал, что ты не тот Скажите, пожалуйста, девушке Вот я задам такой вопрос Когда звучит следующий вопрос Обычно все такие сразу Блин, я хотел задать Вот творчески хотелось бы, чтобы вы себя проявили Блин, я хотел задать Я хотел задать Хотелось бы что-то от вас снова увидеть Какие-то зажигательные зажигалки Поете, танцуете Давай, что ты сошел здесь Вот она Вот она Например, что ты сошел здесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, там были похожи... На самом деле, мне кажется, такое может быть только в Доме-2 сидели, люди, интеллигантно, разговаривали. Здесь с того, где все начинается потасолка. Ну здорово. Что надо спросить? Что здесь грязно? Они проявили себя. После нашей красоты все-таки забыли. Итак, дальше Юра задается... А, Глеб, прости, пожалуйста. Глебушка, твой вопрос. А сколько бы хотели детей родить? Алена. Двое. Мальчик и девочка. Замечательно. Одного пока. Одного пока. А Глеба готова была бы родить? Конечно. Замечательно. Лешка, а то вы пришли, вам нужно бороться за свое место. На кого бы вы сделали рокировку, дабы остаться? Варя. Подсказываю, Варя. Глеб, где я, пожалуйста? Нет. Ляра Кашубина. Лера Кашубина. Кстати, это твоя прямая конкурентка, между прочим. Прохода Глебу не дает. Целыми днями пытается его за свое. Будет с ней серьезный разговор? От него. От него отобьешь. Будет серьезный разговор с Лерой Кашубиной? У тебя, чтобы она больше не трогала своего молодого человека. Замечательно. Алена. Думаю, две персоны. Либо Лера Кашубина, либо Анна, кажется, зовут девушку. А что сразу на слабеньких, на новеньких? А эти интисильных, например, боролица? Ну, потому что они действительно стильные мне. А почему ты не на Катю Лисиченко, например? А потому что мне интересна эта персона. Мне кажется, я с Катей вообще могла бы подружиться. А, обязательно. Хорошо, ладно. Я тебе подскажу, как она подойдет. Хорошо. Итак, дальше Илья. Вот у меня творческий вопрос к девчонкам. Вот смотрите, в принципе, вот такие спокойные, обычные девчонки. Мы здесь вас каждую неделю видим. Сейчас будет такое сложное задание. Значит, для тебя, да, не знаю, как зовут. Значит, взять два ореха. Алена зовут девушку. Да, Алена, да. Взять два ореха, поставить за щеки их и сказать, майами, майами, я хочу тебя, как салями. А для девушки, которая пришла к Глебу, ты берешь также два ореха за щеку и говоришь, Глеб, 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 я хочу тебя, как хлеб. И все. А можно опад на море? Нет. Не стесняйся, все нормально. Только медленно. Только медленно. Сам орехи. Прояви свой талант. Подожди, самое важное, когда нам будет положить орех. Класть. Класть. Клади. 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 Вот, обереть. О! Майами, Майами, ты мне нравишься, как салями. Три надо было. Ну-ка, поживи. Сбер. Ой, это флюс, флюс. Правильно? Борь, я вернулся. А ты, кстати, так лучше. Рыба, рыба. Чего, рыба, не смейся лучше. Рыба, рыба, вот. Так, тихо, не смеяться на мне. Глеб, 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 ты мне нужен, как хлеб. Кстати, не идут эти орешки, правда? Так, дальше. А давайте Ксюша, расскажите. Да, конечно. Ты моя малыша. Давай, Миша, Миша, моя малыша. А мне вот интересно, если вот одна девушка пришла к одному человеку, вторая к второму, если у вас не получится, вы поменяетесь между ними, партнерами? Чего? То есть переключитесь на другого из них? Короче, если не они, то кто еще? Не, никто, а если, допустим, одна девушка пришла к Майами, переключится ли она на Глеба, и вторая, если пришла к Глебу, переключится ли она на Майами. Нам, если я тебе, нравится ли она на Майами тебе. Я бы не переключилась, мне Глеб, опять же, нравится, таки как персоной, с удовольствием. Как человек. Как человек, да. Глеб, мне нравится. Глеб, мне нравится. Можно выписывайте ее, она такая, орехи-то так было, ужас какой. Так, я одет. Нет, Майами не нравится? Глеб. Только Глеб. Он не как человек. Спасибо, дальше. Привет, девчата, такой вопрос, если не Глеб и Майами, то кто? Никто. Из-под Сарева. Нравится ли вам Александр? Вот давайте зададим так вопрос. Ну, причем, если это так? Да, ну так уж и так. Да, ну, конечно, да. Только Глеб. Ален, только Майами. Или ты можешь еще рассмотреть? Ну, пока нет. Пока мне никто. Ладно, хорошо, вот такие две... Вот такие две замечательные девчонки к нам сегодня пришли. Собственно говоря, надеюсь, что останутся, потому что девочки клевые, потрясающие, веселые, озорные, зажигательные. Мальчишки, разбираем. Спасибо большое. Спасибо! Также с утра на проект пришли две девушки. Надежда свой выбор остановила на Глебе, чему тот был рад. И что очень огорчила Леру Кашубину, который пытается добиться его внимания, и все безрезультатно. Другая новенькая Алена из всех предпочла Олега Майами, что он воспринял так же с радостью и веселился с Аленой на глазах у Вари, с которой все эти дни проводил много времени. Правда, статус их отношений никому и даже Варе не объяснил. Так что у тебя с Варей? Расскажи. Ничего у нас. Я тебе говорю, пока не было у меня девушки и у нее мужчины, мы просто с ней находились здесь вместе. Сейчас, как бы, ну, видишь, она сейчас съезжает в женскую, а мне не хочется остаться. Что ты говоришь про ее мужчину? У нее кто-то появился? Нет, у меня появилась. Ну, вот, поэтому... То есть я понравилась тебе? Ты хорошенькая, очень. Вот. И, собственно, мне не хотелось бы оставаться в этой комнате одному, честно. Переезжать в мужскую, я считаю, но это нет смысла никакого. И тебе в женской суетиться, там дофига жильцов. Просто лично мое мнение, что это вообще не очень эстетично. Ну, как это я... Как ты это вообще... Ну, а в чем неэстетично? Я же тебе не предлагаю заезжать сюда и заниматься волшебством и всем остальным. Ты будешь там готовить, там... Я буду тебе дарить любовь свою. Ну, я вообще, в принципе, не против, Олег. Не против? Да, не против. Я авантюрная личность. Так вот, видишь, вот это правильно. Вот это я поддерживаю всегда. Нельзя ничего бояться. А пойти вот на Ириске сделать такой смелый шаг, я считаю, это... Давай попробуем, я смелая. Все. У меня очень... Смелая и ты, посмотрим. Ой, Еня. Привет, Варя, а что случилось? Извините, пожалуйста, я выйду, если ты будешь что-то собирать, либо хоть поговорить. Не извиняйся, почему ты извиняешься? Не бойся, больше никого зеленкой обливать не буду. Ну, что? Ну, я адекватный человек, если тебя нужно... Нет, 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 я просто... Олег, вы не меня, пожалуйста. Ну, что ты хочешь? Давайте, может, как-то поговорить, а я... Не суетись, хорошо. Да нет, говорить не буду. Ты чувствуешь себя как дома? Не парься. Ты оставься, все нормально. Мы с ней хорошо общаемся, очень. Мы же друзья живет. Мы же живем в языке. Мы с одного города. Да, ему, мне кажется, что это иное. Да, правда? Что ж, я говорю, он вот так вот, просто вот так от нее. Она там вся. Ну, девочка, у нее же тоже срок какой-то ей поставили? Вся уже, не может... Ей же срок поставили, ультиматум какой-то, да? Да, у нее и... Ну, и получается, ей же надо что-то делать, поэтому она и... Не, она же первое вчера заметила. Смотри на него, какой он классный. А где она его заметила? По плазме? Да. Вчера? На лобу? Да, она такая, он такой красавчик. Очаровательным, действительно, новеньким девочкам. Давайте начнем с брюнетки. Алена. Здравствуйте. Я так понимаю, что у каждой из вас сегодня день прошел достаточно неплохо. Достаточно, да. Думаю, да. Думаю, да. Тебе понравились ребята? Ну, есть мнение, конечно, сугубо мое субъективное на этот счет. Кого-то я выделила, даже из тех, кому наблюдала негатив на протяжении того, когда я смотрела этот проект. Но больше всего мне интересно, как ты провела время с Олегом. На сегодняшний момент это самое важное для нас. Конечно же. Я, в общем-то, подтвердила свои ощущения и эмоции насчет него. Мне нравится Олег в Майами. И думаю, мы можем с ним основательно продолжать наше общение. Может быть, основательно продолжать общение в комнате уже? Конечно, мы же договорились, в чем проблема. Алена, я хочу еще раз запущать его мнение. И мы хотим. Поэтому предлагаю сейчас всю инициативу взять в руки Олегу. Сейчас я скажу. Тишина, ребят, пожалуйста. Мне понравилась Алена. Мы сейчас с ней разговаривали. Я говорю, почему бы нам не начать сразу узнавать друг друга в комнате в отдельной. Мы сегодня сошлись на том, что да, мы решили ее. Она согласилась. То есть вы заселены? Да, мы решили заселить. Заселены! 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 Ален, я тут, конечно, могу хлопать. Заселены! А ты не против, нет? Хорошо. А ты, мы сейчас можем... Нет, Ксюша, я не против. Оля. Я считаю, что у нас... Ой, прости, пожалуйста. Оля, я думаю, что у нас взаимная симпатия. Пусть она какая-то еще совершенно маленькая, сырая. Может быть, не до конца обоснован. Допустим, мой выбор. Все-таки я его знаю немножечко больше, чем он. У меня две недели я как-никак наблюдала за проектом. Мы, в общем-то... Согласна? Я считаю, что да. Конечно, почему нет? Почему нет? Мне осталось только спросить, согласна ли Варя? На заселение Олега и Алены. Хоть и Алена это меньше всего интересует, как она говорит. Варь. Нет, я согласна. То есть ты не готова Олега отпустить? О, нет. Ты готова бороться? Я никогда не буду за мужчиной бороться, если он в отношении. Тогда говори, тогда отвечай мне, я не буду бороться. Ты же говоришь, что я... Ты уже спросила, буду ли я бороться. По поводу бороться, нет, не буду. То есть ты его отпустила? Да. Отпусти меня. Ну что ж, как отлично складываются отношения и вообще лобное место, меня прям радует. Одна пара у нас появилась в начале лобное место, вторая пара под конец. В Майами недолго скучал после расставания с Варей Третьяковой. Вчера он заселился в отдельную комнату с новенькой Аленой. Но вместо того, чтобы провести первую совместную ночь, уехал на работу. А вернулся лишь под утро с подарками для всех девчонок, но не для Алены. Ну что, Варь, ты можешь, конечно, отрицать, но я видела, как ты расстроилась вчера, когда Олег заселился с Аленой. Но нет, это можешь сейчас сказать правду? Да. Ну, как бы там, на самом деле, не скрывала, не пыталась скрывать, да, мне в любом случае неприятно. Ну, такое предательство прям. Просто человек все два-три дня сколько там жил в моей комнате, да, там приходил ко мне вчера, даже позавчера, да, там, пришел, там, то есть, целует, обнимает, говорит, там, ты девочка моя, ты штука моя, да, и просто наутро заселяется с другой девушкой. Ну, для меня это удар был вообще, если честно. То есть, как бы, я старалась не показывать это, люди, да, окружающие меня, как бы внутри, все равно разрывают, неприятно, ужасно. Почему вы скрывали, что между вами что-то происходит, и сейчас я узнаю, что для тебя это как нож в спину, ты воспринимаешь заселение Олега как предательство. Мы там друг перед другом извинились, да, за то, что мы там где-то оскорбляли друг друга, да, там, он говорит, ты все равно же самый родной мой человек, да. Я думала, как бы, я не понимала, мы миримся как пара, или помирились просто как друзья, там, еще что-то, знаешь, когда человек приходит с работы и ложится ко мне, обнимает, целует меня, там, говорит мне такие вещи, но я думала, что, ну, вроде все налаживается. И вы начинаете сближаться вновь, да? Да, и просто понимаю то, что после зарядки я вышла, Олег говорит о том, что мы не пара, мы же остались, то есть, знаешь, так, в шутке. Но я понимала, что Олег просто ждет женского прихода. Думала, собственно говоря, это и случилось. Олег, скажи, пожалуйста, нет ощущения, что вы поспешили с заселением? Знаешь, я тебе скажу, что, возможно, ты, отчасти, права. Может быть, не нужно было спешить именно с заселением, нужно было вот этот конфетно-букетный период, мужская, женская спальня. По-моему, ты больше хотел насторить Варе. Как? Ты чего? Хотел выбросить ее вещи, хотел ее выселить из комнаты. Ребяточки, пожалуйста, послушайте меня, мои дорогие. Хотел сказать, иди отсюда, это моя комната с новой девушкой. Я тебе объясню. Варе, я уже сделал достаточно, причинил очень много вреда, плохих, неприятных моментов, поэтому в очередной раз как-то ее там, ну, оскорбить, я считаю, это было абсолютно... Не знаю, мы вчера наблюдали картину как-то с наслаждением. Да, шучка, Даш, если бы Варя не хотела переезжать, я подошел бы. Так, слышь, ты уехала, у меня новая заходит. А она сама захотела вещи перевязать сама по собственному желанию. Ты знаешь, Оля, такое впечатление, уже даже не по одним этим твоим отношениям, а даже по остальным, если их брать, такое ощущение, что ты больше наслаждение испытываешь, издеваясь над своей бывшей второй половинкой, чем наслаждаясь конфетно-букетным периодом с новой. Ты думаешь, она ему действительно так сильно понравилась? Или он это делает назло тебе? Нет, по поводу понравилась, это полная ерунда. Она ему не понравилась? Ну нет, ну все мы знаем, какой Олег циник, да, он ценит женскую красоту, да. А ты не считаешь Алену красивой? Ну, я все равно смотрю, там не то, что там у меня какая-то реальность просыпается, но я все равно, да, я вижу, когда девушка на самом деле красивая, да, объективно вижу все это. Ну, внешность Алены я могу расценивать, как, ну, самая простая девушка. Ты-то готова бороться за ваши отношения? Оль, просто у меня есть, знаешь, такое какое-то брезгливое отношение к нему. Просто после вот таких девушек, да, была бы девушка достойная, красивая, да, там, которая, он ее бы добивался, я бы, блин, сказала, ну, все понятно, там, у него чувства к ним противопосятся. А когда Олег меняет мое хорошее отношение к нему, да, на девчонку, которая заселяется с ним в первый день, а стоит ли он того, чтобы я делал какие-то шаги? Я не знаю, это тебе уже решать, Варя. Аленочка, скажи, пожалуйста, вот вчера неужели ничего нельзя было сделать, чтобы Олег не уехал никуда? Вот чисто по-женски, ведь Олег не всегда уезжает. Я вообще в этом не вижу никакой проблемы, я вам больше скажу. Ну, подожди, первая ночь ваша совместная, как пара. Так что должно было быть? Я даже, честно говоря, в душе где-то обрадовалась, что он уехал, потому что я настолько устала. Не обязательно должно было быть волшебство, но должно было быть какое-то общение, притирка, вы должны были, ну, не знаю. У нас была притирка после того, как он приехал. Сухо, знаете, вот нет вот этой романтики, нет этих горящих глаз. Ну, что могут люди окружающие сказать об отношениях двух людей, которые контактируют, которые общаются, между которыми течет энергия? Невозможно ничего сказать. Мы друг друга знаем сутки, у нас... Ну, вот тем более сутки, когда вы знаете друг друга. Я вообще не смущена и даже не знаю ничего. Хорошо, Сереж, выйди сюда, скажи, пожалуйста, свое мнение. Как мне кажется, что Майами – это, ну, немножко не тот человек, которому светят серьезные отношения. Он хочет одного – прикалываться, глумиться, ржать, встречаться. Кто сказал, что я хочу серьезные отношения? Ну, по тебе не скажешь, что ты, знаешь... Это совершенно другой вопрос. Оторви голова. Его образ – это излишки производства, что называется. Отлично. Мне нравится твой настрой, это супер. Просто, что я тебе предупреждаю о том, что в Майами скоро будет, вот так, как он берет этот веник и по кухне бегает, так же он будет с Варей скоро. О каких отношениях с Варей может идти речь, если он со мной вообще заселился в домик? Он ее посылает, он пренебрегает ей. Потому что это его характер, потому что он такой весельчак. Это вообще малодушие его. Отлично. Я, честно, хочется мне очень верить, что у нас образовалась новая пара. И мне хочется верить, чтобы эта пара была искренней. Я вот реально хочу, чтобы эта пара была искренней, да, потому что я знаю, что пара у нас мало. Но, к сожалению, вот что-то мне подсказывает, что этой пары не будет. Будет Варя и Майами. Эта пара еще будет существовать чисто на физике. В общем, мне надоели эти разговоры. По поводу тебя, Варе, меня, вообще и всех остальных. И хочу вообще задать вопрос тебе, неужели мне было понятно, что мне было неприятно сегодня на стройке слышать о том, что я тебя не зажигаю? Ну, я же аргументировал это тем, что мы с тобой знакомы достаточно мало. Ну, это и так понятно, но… Это аргумент весомый, главный. Я же не сказал, что… Да, не знаю, зачем мы с ней населились, я бы такая, она вроде нормальная, но я вообще не знаю. Я сказал, что мне нравится девушка. А пока я не зажегся, это все зависит от дальнейшего общения. Понимаю? Несмотря на то, что я вчера пришла и так конкретно заявила о том, что ты мне нравишься, я просто не собираюсь и не буду за тобой ухаживать. Но вместе с тем я думаю и считаю, что у нас может с тобой что-нибудь получится. Конечно, конечно, я не могу вообще разговаривать. Может быть, тебе нечего сказать, ты просто педрик… Ну, я что, глупо что-нибудь, я хочу сказать много чего, просто не решили, не могу. Поставить вопрос ребром, что, в общем-то, я могу и свалить, если тебе все это не интересно. Ну, я не говорю, что мне не интересно. Тогда нет нужды сваливать. Все очень просто. Ты просто пойми, что я даже никогда не буду мучить себя, мучить тебя. Не хотя, не хотя жить вместе, еще что-то, это бред. Мне это не нужно, я за ескренность. Я лучше буду один, нежели через сию встречаться с кем-то. Почему ты сегодня ни разу об этом не сказал, когда тебе говорили о твоих бывших телках? Почему ты ни разу не произнес то, что у тебя реально было желание со мной заселиться, и то, что ты сделал это искренне, ты ни разу этого не сказал? Мне кажется, это очевидно. М? Мне кажется, это очевидно. Ну, и не очевидно. Мне всегда будет не очевидно. Дверь закрывает? Нет. Да. Я поговорить с тобой хочу. О чем? О том поведении погано. О том, что ты делаешь. А? А где? Выключи, пожалуйста. Выключи или включи? Не, просто я плачу за него. А, выключи? Много платишь? Да. Фу, чего не это реально тут, Олег? А? Не знаю. Как говорится? Вот, слушай, мне. Для чего все это? В смысле? Ну, зачем все это? Потому что я так хочу. Зачем? Ну, я не иду дальше, не стою на месте. Ты перебираешь. Ну, а как? Зачем мне тогда говорить все это? А что я тебе говорил? Ну, вот, для чего приходят ночью, целуют меня, обнимают? Ну, потому что ты... Ну, ты моя. Для чего все это? Ну, объясни мне, для чего? Зачем ты вещи делаешь? Потому что... Если ты не считаешь то, что мы там вместе, и мне этого не говоришь. Пустишь мне башку, я пойму, а что? Девочка маленькая, которая белая, думаешь, детьми? Пустишь мне башку, я не могу. Пустишь, я просто не делаю ничего тебе на зло, еще что-то. Зачем все это делаешь? Понимаешь? Сидишь мне сейчас, скажешь, ну, ты же моя. Ну, а чья ты? Олег, ты больной, и все, что мне все... А чья ты? Я не могу. Мамина и папина, что ли? Или что? А почему тогда я по ней не могу? С девкой с какой-то живешь? Какие вообще вопросы ко мне могут быть, а? Потому что я даже живу с ней здесь, и я не позволял себе то, что ты себе позволяешь. Что я себе позволила? Я понять не могу. Что? Ты... Что, заселилась с кем-то? Я целовалась с кем-то, черт возьми? Ты кайфуешь, ходишь. А что мне нужно делать еще? Делаешь на зло? Марь, ты делаешь на зло это, скажи мне? Да, блин. Да. Так, а с Варей, что ты говоришь? Ты общалась с ней сегодня, или просто слышала? Мы с ней общаемся, да. Не, ну я вижу, что она прям за ним нападает конкретно, за Олегом. Ну, как бы у них все... Не, ну это ей нормально. Я вообще ее понимаю, в общем-то. У меня нет к ней негатива, просто это невозможно, чтобы мы с ней дружили, поэтому смысл вообще зачем? А вот просто я тебе говорю, что... Вот смотри, что касается меня... Перестань. Перестань, пожалуйста. Я вижу, что ты уже... Я просто вижу, что ты вся на нервах. Я такая же была. Перестань, пожалуйста. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот Олег, да, он творческий парень, и, может быть, действительно он будет тебя дополнять. Тебе это просто не хватает. Перестань, не плакать. Не будешь, не будешь, не будешь. Я просто вижу, что ты уже последний держишься. Я уже просто говорю, давай позовем его, потому что я вижу, что ты уже все. Да, так вот такое бывает, я тебе говорю. Всегда, если нужна будет помощь, ты ко мне обращайся. Ой, мой, 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 мой. Спасибо. Да не за что, перестань, я так же, я первый день расплакала. Ты хоть тиро дерзалась, а я в первый день расплакала. Такой ты урод. Ты поскучилась, потому что я целуюсь, как мог. Не, ну, это не с долей, правда. Куда же подевалась женская гордость на проекте и мужское благородство? Ксюш, подскажи, пожалуйста. Сейчас и узнаем обязательно. Начнем с Олега Майами и его благородства. Итак, Олег заселился с Аленой. Да, в итоге с Аленой, так я понимаю, никакой жизни у вас нет, потому что ты целуешься с Варей. Как так получается? Ксюш, ну, я, наверное, поторопился с заселением с Аленой. Просто почему-то посчитал, что так будет, ну, лучше, думал, буду там узнавать человека. Ну, ты не плачь, нормально. Я также слышала сегодня, что в течение дня ты говорила о том, что Алена тебя не заводит. То есть это Алена должна на тебя набрасываться, начинать тебя зацеловывать. Я прошу вас, я не хочу говорить плохо про Алену. Алена потрясающая, хороший человек. Просто, ну, нету ничего к Алене. Сердцу не прикажешь. И вот не могу ничего себе поделать. И все же рядом с одним человеком. Хорошо, ты хочешь что-то сказать Алене в этой ситуации? Ален, не хотел принести тебе какую-то неприятность, честно. Ты очень хороший человек. Ты сегодня очень все правильно говорила на стройке. Но оно как получилось вот так. Ты как бы там мои извинения прими, если можешь. Да, не хотелось сделать неприятно. Ален, ты что скажешь? Целый день я опровергала то, что на меня сегодня весь коллектив нападал. Я, в общем-то, чувствовала его серьезность. И у нас сегодня состоялся с ним длительный разговор в комнате. И он опровергал вообще всяческие симпатии к Варе. И смеялся, может быть, ты, она тебе нравится? Почему ты постоянно об этом меня спрашиваешь? То есть, когда в разговоре с Олегом, когда ты упоминала Варю, он говорил, хватит о ней говорить, у меня к ней ничего нет. Не хватит о ней говорить? Ну, в общем-то, так, да. Не хватит о ней говорить, а наоборот, даже с негативом о ней отзывался, что ты у меня постоянно о ней спрашиваешь, значит, она тебе нравится. У меня к ней ничего нет. Если бы я хотел быть с Варей, я бы был с Варей. Это правда, я бросил Варю. И я до последнего момента... Нет, разговор был о наших отношениях. Я говорил, что хватит говорить о Варе. Я не говорил, что как-то в негативной форме высказывался в сторону Варе. Это не так. Я просто попросил человека не говорить о Варваре. Ален, может быть, и изначально у вас ничего не было друг к другу, поэтому такое спокойствие? Я просто понять не могу. Только что у тебя из-под носа ты заселилась с человеком, а его увели. Я хочу понять, ну, что ты испытываешь. Я не удивлена, хочу сказать. Второе, что мне неприятно. И третье, очень разочарована. И жалею, что вчера вообще заселилась не в женскую спальню, а к нему в комнату. Считаю, что он недостойный человек. Он лживый человек. Он трус, прежде всего. И мне само, вообще, само и за себя неприятно, что я этого не увидела. Хорошо. Варь, ты мне просто объясни, что происходит. А разве непонятно? Нет. У меня чувство к человеку. Искренне, на самом деле. Я хочу быть с ним. Все это время вы жили волшебством. И поэтому вчера, когда пришла Алена, Олег, ты отсел сразу от Варя, отскочил пулей на то место, где сейчас сидит Женя, и говорил абсолютно открыто о том, что я свободен. Я говорю, ну подождите, как свободен? У вас же каждую ночь происходит то, что происходит. А вы мне говорили, а это ничего не значит. Так что же у вас значит? Я просто хочу понять, что является правдой, а что является неправдой в ваших отношениях. Вот и все. Алена, вот можно. Я хочу просто такое мини-предупреждение, дефис совет тебе дать. Буквально сегодня ночью Олег склонял меня к тому же волшебство вообще не единое. К какому к тому же? К такому же, какому и тебя. Нет, такого как у нас, прости, у тебя такого никогда не будет. Так уж быть того не может. Интересная ситуация, интересное отношение. Итак, Олег, сейчас как бы подумай хорошо, я тебе сейчас задам очень серьезный вопрос, а ты подумай хорошо, прежде чем ему ответить. С кем ты собираешься жить в итоге в комнате? С Аленой? А я не буду с ним жить, Ксюша, извини, я сегодня же с 7 раз его вечером. Да дай сказать. Ксюша, но Алена выезжает в женскую, Варя не будет. Слушай, ты стоишь в комнате, сказала. Кого-нибудь сейчас здесь, на лобном месте, вот из ребят, которые с вами живут там, да, удивило то, что сегодня Олег вернулся к Варе? Вот Леру. Нет, просто они живут от прихода к приходу, и когда он увидел, что девочку засмеяли, и девочка не такая харизматичная, он тоже начал ее тоже высмеять вместе с коллективом. И поэтому опять вернулся к Варе. Но придет какой-то очередной, только шикарный приход, и Варя пойдет обратно. А то, что ты говоришь, Варя, мы же не деремся, Варя, ну это л** подпахивает. Я телезрителем, включаюсь сегодня с одной, завтра с другой. Что это такое, непонятно. Просто вот так вот, как-то меняетесь партнерами, простите, половыми. А почему мы с тем поменялись? Вот. И если вы так за все зашибись, тогда проверяйте. А то, получается, тебя к техничку выкидывают из этой комнаты, потом ты поднимаешься, целуешься, и он того пользуется. Он на тобой продоминировал. Нет, ты ушла из комнаты ровно в тот день, когда пришел женский приход. Да, не разница, что было, я не делала. Либо ты просто испугала женского прихода, побежала. Он такой яркий был, что я испугалась. Спасибо, Глеб. Я просто хотел задать один вопрос. А в принципе, тогда, ну, если так все у вас хорошо, так о чем вам тогда не встречаться и жить по-человечески, по-нормальному смыслу? Подожди, я, может, что-то недопоняла. То есть даже если они сейчас, он высадился от Алены, но вы все равно не вместе, я не понимаю. Мы вместе. То есть вы пара, получается? Хорошо, тогда если вы пара. То есть вы пара? Каждый день вы пара. Или тебе так страшно? Ну, а что нам нужно перенести на завтра? Олег, что вы пара уже сделали, чтобы ты ее начал уважать? Чтобы все не было так, как было до, нужно просто работать над собой. Работать над собой. Да, у нас разлад в паре, да, у нас не все стабильно, да, мы тупим, блин, мы не понимаем, что происходит. Но нужно работать над этими, мы пытаемся. А пара, ты обидел, что у тебя девушка своей не объявляет? Он не хочет брать на себя ответственность. Он только что сказал, что он пара. Ты только что сейчас сказала, до этого ты не говорила, ты говорила, ну нет, а он не пара. Нет, до этого, когда у него спросили, он сказал. А когда мне нужно было сказать сегодня? Ну что же, я надеюсь, что ребята действительно будут работать над собой, над своими отношениями и ни в коем случае не будут повторять ошибок. Варвара Третьякова решилась на смелый поступок и вывела Олега Майами на откровенный разговор, который увенчался сладким поцелуем. Таким образом, влюбленные вновь сошлись, а Алене Морозовой ничего не остается делать, как отойти в сторону. Еще днем Глеб Клубника грозился отомстить Алексею Самсонову за фирт с Надеждой Молдавановой. Однако, уже на лобном месте, расставив приоритеты между непростыми отношениями и мужской дружбой, Глеб выбрал Алексея, а союз с Надей решил разобраться. Ты постоянно лезешь другим девушкам? У меня проблем нету, мне это нравится. Есть никогда другим девушкам? Что тебе нравится? Что мне сейчас говоришь? Ты мне что, мне уплевать, что ты мне сейчас говоришь. Тут потом уже все, а этот... А этот, что у него даже... Ему приходится имитировать, понимаешь, Савель, имитировать. Тихо. Рассказывай. Ты что? Я уже просто не слышал. Ты что? Ты что? Хватит, ты что? Стоишь чуть-чуть. Ну, Леша. Ты что, ты что нашел? Чего пошел? Олег, не надо. Ты что гонишь? Я подарил силу. Ну и куда я тебя силюю? Что? Я силу ударил. Ты будешь получать, Олег, я честно говорю. Или ты перестанешь... Ты меня ударил, ты сильный. Или ты перестанешь вот эту... Ты меня опять ударил, ты. Шутки свои вот эти там, блин, еще что-то. Воспринимай критику. Да это не критика. Критика. Это бред мой. Это бред. Слушай, ты не воспринимаешь, потому что это правда. Это твоя правда. Твое время прошло. В чем? С девушками. В чем прошло? С девушками. Кто тебе это сказал? Уже не все получается у тебя. Нет, смотри. Олег, ты... Если ты хочешь это проверить, понимаешь, я могу с тобой поспорить. Понимаешь? Какой-то детский мир. Я тебя спорил с людьми, понимаешь? Я могу с тобой поспорить, если ты мне вот это... Я тебя спорил с людьми, понимаешь? Какого не было. Это реально какой-то опыт в моей жизни произошел. Я никогда первая ничего не делала такого. Как бы это было. А боялась облома, да? Да. Я почему-то боюсь, что, знаешь, отказ какой-то постует. Хотя знаю, что вроде нет. С чего бы был бы отказ? Да. Я тебе говорю. Все равно где-то внутри там вот это... Блин, блин, а вдруг как-то вот не поймет. Скажешь, ну, это вообще ненормально, да? Зачем? Я же с девушкой живу. Как бы я это понимаю. Вот. Но я так сегодня перенервничала, блин, вообще дико прям. Ты сегодня же с ней нервничала. Я вообще перенервничала. У меня какое-то покраснение вылезло. Мне кажется, это прыщик лезет. Та-а-а! Всё, 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 всё. Всё, всё... Сукушшшшшш... Третий будешь? Олег. Олег, да шучухи. Все, заканчивай. С такими шутками. Не знаю. Ну, заканчивай. Развязывай. Что обожаришься? Что обожаришь? Я говорю, кушать охуду. Что ты сказала обожару? Ну, пожарится охуду. Бурарится? Да. Да, возможно. Есть такой вариант? Давай в женской. В женской? Громко прям? Нет. Сразу несколько пар планировали претендовать на заселение в город. Однако в отношении Вари Третьяковой и Олега Майами снова начал вмешиваться Глеб Клубника, который сегодня планирует устроить для неё сюрприз. Привет. О, Варьки, Кадары. Да, Януич, понравится. Привет. И тебе. Спасибо. О, Пакова. Здорово. Резыгловая. В Майами хлопает больше свет. Я подальше отсяду, это мало ли что будет. А сейчас можно открывать? Ну, тогда хочешь, готово. Не, можно я потом открою? Нет, Варь, ну, пожалуйста. Не, можно? Я не хочу вечером открыть, я не хочу. Не надо. Я не хочу еще. Варь, ну, что ты за крысом? Подарок, ничего себе. Покажи. Слушай, за крысом, отчего вообще что надо? Давай, открывай. Да ладно, когда захочешь, то откроешь. Я не хочу, я вечером открою. Нет, я не хочу сейчас открыть. Словку, да? А? Да. Что такое? Она просила теплую. Утепленная? Ну, я не знаю, понравится. Ну, я не знаю, понравится. Новогодняя. Почти кого? Шоколад я потерял, представишь маршрутки. Блин, я все равно отрвался. Карт, все равно отрвался. Я тебе говорю, она была. Тут отрезать чуть-чуть все. Что-то красиво все подограло. Мне приятно очень, потому что надо прям... Такая коробочка, собственно, не можем что-то еще хранить. Синяя все-таки. Синяя. Ну, ты же сказала, что... Не темно-синяя, да. Ну, не темно, но она под голубой, но не голубой. Да, с бантиком. Смотри, клевая, да? Так она длинная или короткая? Длинная. Ну, такая длинноватая. Если тебе не понравится это, я тогда просто тебя с собой возьму, просто сама-то выберешь, и тогда возьму, которая тебе будет нравиться. Нет, мне надо такие жертвы делать. Нет, это не жертвы, в смысле, просто это не сложно. Это нормально абсолютно. Это не сложно. Конечно. Ну, Олег не делает такого. Хочешь хоть кто-то делать, понимаешь? Конечно, да. А то он только этого. Ну, я думаю, что понравится тебе. Рога наставлять. Что же? Терех. Ладно, все, ты можешь... Вот, все. Я сказал, ты можешь не комментировать, все. Не обязательно комментировать. А я хочу комментировать. Все. Тереж, я хочу комментировать. Все, это просто была фраза. Тереж, Тереж, тихо, я хочу комментировать. Я говорю, Глеб же знает прекрасно, они с Варей знают, что у них ничего не... Можно учиться. И Глеб как бы делать приятный момент. Что такого-то. Это никак на мои отношения не влияет, понимаешь? Вот и все. Никак не влияет. После последних событий, которые произошли, я ничего не удивляюсь. Не пределять Варе, что она это приняла. Абсолютно. Это просто приятный, приятный презент. И что больше? Я знаю, что ничего не будет, понимаешь? Ты расправдываешь сейчас свое бессилие. Итак, объясните мне, пожалуйста, Варвара и Олег, вы собираетесь сегодня заселяться? Да. Нет. Да. Мы не собираемся сегодня заселяться. Я беру все в свои руки. Да, да. Олег, ты офигел, что ли? Кого ты заселяешься? Я говорю, мы хотим претендовать, но заселяться будем позже. В чем проблема? Все бред вообще. Мы только с ней все обговорили. Что, мы претендуем, но заселяемся позже. Ты говоришь, что мы не будем сейчас заселяться? Я говорю, претендовать, а не заселяться. Претендуем сегодня, заселяемся позже. Так и объясняй. Ты что, нормальная вообще? Нет, я понять не могу. Нормальная? Если такой вариант, чтобы мы претендовали, вы нас заселили, мы заехали там спустя там... Нет, если тебе нужен, чтобы Глеб приезжал там для ваших каких-то дел, он будет приезжать. Не переживай. Все, нет. Ну что, он будет мотаться? Мотаться буду, а что делать? Спасибо, Глеб. Ты будешь мотаться? Денег нет на теплые вещи. Нет, это будет... А можно Глеба заселить в другую квартиру, в Кашубиной? Давай я с вами заселюсь. Нет. О, давай с вами Глеб заселится, точно. Троем будете жить. Прикольненько. Давай, на время репетиции пока. Кашубиной поедешь? Глеб, смотри, ты можешь приехать сюда и жить здесь, либо с ряской, например, как вариант. Смотри, она какую шубу шикарно одела сегодня. Для тебя, наверное, старалась. Ксюш, Ксюш, тут немножко другая ситуация. А, что мне делать, я не знаю, ведь мне нравится девочка Варя. Голова моя не варит, ведь рядом с ней я таю, таю. Твой силуэт побуждает написать меня этот куплет. И пускай у меня шансов нет. И то, что будем вместе, это полный мой бред. Но ты слов... Но ты словно бог... О, ничего себе! Но ты словно... Но ты словно богиня Солимпа, как героиня одного кинофильма. Нравишься мне очень сильно, выглядишь красиво и очень стильно. Твоя фигура, хочется взять тебя очень грубо. Да, у меня губа не дура, а ты в постели бомба, но я так думаю. Опа, твоя какая грех, толкает меня порой наглее. Варя, ты лучше всех. Твой юмор вызывает у меня только смех. Что в тебе прекрасно подведем итоги. Волосы, глаза, губы, тело, прекрасные ноги. Спасибо, что живу с тобой в одном доме. Если что случится, я прилечу молнией. Милая, для тебя сейчас будет этот салют. Знай, что тебя любят и ждут. И если что-то случится, вдруг я буду здесь, я буду тут. АПЛОДИСМЕНТЫ Покажите нам салют. Что вы делаете, я не знаю, ведь мне нравится девочка Варя. Голова моя не варит, таю, я таю, таю. Вот такая вот. Ну что же, помимо этого замечательного салюта, который мы все сейчас наблюдали, и еще Варя сидит в теплом, красивом свитере со звездами, который подарил ей сегодня Глеб. Варь, может быть ты вообще, или снежинки это, извините, да. Варь, может быть ты не того молодого человека выбрала? И меня впечатлило. Нет, я на этот вопрос не хочу отвечать, но могу сказать спасибо огромное Глебу. На самом деле это очень было круто, я не ожидала. Блин, вообще прям. От нашей семьи большой поклон. А что ты уходишь от ответа, ты ему как девушка нравишься? Походу опять договорились. Конечно. Варя, скажи мне, пожалуйста, вы заселяетесь или нет? Да, мы заселяемся. Ну все замечательно, заселены, заселены. Замечательно. Нет, Олег, ты не будешь ставить условия 4 или 5 дней, вы заселяетесь и все. Мы идем дальше. После всего того, что делает Глеб, тупо говоришь, да, да, приезжай. Да это пипец. Не знаю, это вот очевидная фикция для меня. Слушай, ну как он, присягь мне. Ну меня не цепляет это, я тебе говорю. Что не цепляет? Потому что я уверен в своей девушке в себе. В чем проблема? Слушай, тебе твой парень, твой друг подкатывает к твоей девушке, а ты все хаваешь, тебе смешно. Ты ему с ним хоть поговори, скажи, что там типа, ну, Глеб, мы с тобой друзья. Либо там, если ты, как бы, имеешь виды на мою девушку, скажи об этом прямо, мне в глаза. Ой, слушай, ну. Не знаю. Меня настолько не цепляет, Глеб, вообще. Вообще не цепляет. Вот что, что не говорите, вот вообще не цепляет. Не знаю, очень странно. Я настолько вообще уверен вообще во всем. А я ко мне интересно, если кто-то другой это делал? Какая разница? Мне кажется, ему вообще по барабану. Ну, предлагаю тебе тоже взять какую-нибудь девочку, любую, вон вообще. Алену возьми тоже. Из-за нее старта. Они сказали, через три дня, ну, а что ей такого-то? Через три дня ряску там или это, ну, выгонят сюда, в проекта. Других девок. Рядом заселишься и все. А что такого-то? Так, блядь. Да они сами будут согласны. Чего хоть ты начинаешь голосование с коронного носу? Да мне зачем это надо, смысл? Да что, ты используешь одну, а она тебе тоже использует. Нет, я так не хочу. Так неправильно. Тогда, значит, тебе нужно вот брать куалу вот эту. И лупиться. И дубасить ее. И дубасить. Создавать себе тело. Нет, кувалда нормальная. А я вот тоже скоро буду психовать чувства и буду сюда приходить ее. Ну прям. Ты сейчас ногу себе сломаешь. Я просто напрягаю. Тебе не напрягает? Что? У Глеба. Нет. Я тоже нет. Просто мне нет такой момента напрягать. На тот момент, что если это будет у Глеб, а если другой молодой человек будет это делать, тебе так же будет пофиг? Конечно. Либо у мужика это есть, либо у мужика этого вообще нет. Вот у Олега тот мужик, у которого вообще нет. Ты будешь по улице идти, он там, где пацаны будут с лавочки кричать, Олег тебе даже не вступится. Ты ошибаешься. Я тебе серьезно говорю, Олег. Ты ошибаешься. Всегда всю жизнь дрался. Всегда всю жизнь дрался. Это не только комплименты, которые он, понимаешь, как тебе сказать, он рассчитывает, и он говорит, что она ему симпатична, что он хочет с ней быть. Здесь очень важно твое восприятие этих комплиментов. Если бы он встал и сказал, Глеб, да что ты там несешь? Какая попа, какая постель, какая бомба. А он просто тряп. Просто тряп. Понимаешь? И вот за нее все решает. Глеб делает, а он, знаешь, как оправдывается, он говорит, а я уверен в себе. Когда девушку твою конкретно говорит, я ее хочу, я ее хочу. Он даже готов к ней приезжать, мало того, каждый день. Прямой вызов ему. А это не настолько наваривается, а ему прямой вызов. Леша, Вася, все хорошо. Глеб, песня, конечно, отпад, но ты все равно выражаешь девушке симпатию, как бы употребляешь слова «постель» и еще чего-то. Ты считаешь, как бы это нормально? Я просто делаю свои выводы. Какие выводы? Что она... Что она бомбовая. В постели? Ну, мне кажется, что это так. Откуда ты знаешь это? Ну, это слишком. Я бы этого не будет посылкой. Глеб, мне просто понять не могу. Ты знаешь прекрасно, что мы с тобой будем участвовать в программе. Что нам нужно готовиться и стараться не конфликтовать, не ругаться, не пройти отношения. Ты делаешь для этого все. Ты какой реакции от меня ждешь? Мы не конфликтуем. Ты идешь на конфликт. Я еще раз говорю. Это провокация. Тебе это никакого отношения не имеет. Глеб, это моя девушка. Кофту подари, ладно, но когда ты употребляешь такие слова про постель в песне, ты не прав. Ты должен это понимать, как взрослый, разумный человек, умный. Рассудительный. Олег, ну мы же с тобой решили еще давным-давно, что мы с тобой-то не друзья. Мы с тобой не друзья. И я тебе не предъявляю, что ты мой друг, как ты можешь позволить к моей девушке приставать. Я тебе говорю, что нужно контролировать то, что ты делаешь. А что мне делать, если мне хочется, чтобы она была моей девушкой? Так неинтересно. Тебе что, нравится быть отвергнут? Нет. Ну а в чем проблема? А я считаю, что я отвергнут. Ты сам себя реально просто опускаешь, делай это все. Нет, не опускаю. Тебе все хлопают, но ей от тебя это не нужно. А я хочу... Она об этом не говорит. Она об этом не говорит. Она скажет это. Нет, ей приятно. Она сегодня видала салют, глаза у меня близне. Потому что я позитивно на это настрою. И сегодня, как бы говорю, похлопал, улыбнулся. И она, собственно, делает то же самое. Если я буду психовать и говорить, что мне это не нравится, она скажет, что ей это не нужно. Понимаешь? Ты хочешь, чтобы она сейчас сделала, что она сказала, что не нужно. Она тебе скажет это. Я еще неделю назад, когда общался с Олегом, уже больше прошло времени. Когда он сказал, либо я, либо твои отношения, я сказал, я выбираю вагу, потому что вага мне дороже. Я ему тогда еще сказал, что в данном случае, я еще раз объясняю, участие в другой передаче, тебе выгодно и мне выгодно. Это работа и это бизнес. Глеб, ты хочешь со мной отношения испортить? Я его ни в коем случае не хочу. Смотри, если вы сейчас испортите между собой отношения, в любом случае пойдут потом условия со стороны Олега. Я не считаю. Чтобы я с тобой не общалась. И в любом случае я выберу наши отношения. Сам подумай. Ну хорошо. Я просто не вижу смысла, зачем все это сейчас делать, ругаться дальше. Что делать? Я не ругаюсь. Понимаешь, если мне человек говорит, что если ты будешь это делать, я не буду с тобой участвовать, Да пускай лесом идет передача. Я тебе не считаю шантаж. Я тебе говорю о том, что ты не думаешь, что ты, как Андрея, скварит, ты плюешь реально на то, что мы с тобой делаем, потому что ты вызываешь меня на эмоции. Я не объясняю, потому что у меня нет цели выстраивать с тобой какие-то отношения, дружеские или недружеские. Потому что вы были друзья. Что ты прям кинтом мой был, понимаешь? В чем здесь сета опять? В чем здесь сета? Я в данном случае, потому что ты в данном случае, понимаешь, так же, как и я тебе, выгоден. Я тебе неделю назад еще об этом сказал, мы с тобой этот вопрос решили. Что ты сейчас опять начинаешь придумывать? Какое-то нереальное общение под дружбу. Да кто тебя на дружбу навязывает, я тебе говорю. Я тебе говорю о том, что мы с тобой, даже то, что это просто ради выгоды каждому из нас, ты, как я с моей девушкой, тебе говорю. Если мои проявления квага мешают тебе со мной работать, да ради бога, давай не будем работать. А зачем? А зачем? Подходит, подходит, что ли, сюда, бред. Подходит, подходит, подходит. Слушай, а с какой размер и сколько? Ну не надо, ребят, зачем вы сейчас, Аня? Фу, ты как резко сейчас ходит. Платуете медведицы, в районе, велика, велика. Следующая. Не трогайте. Мне большая. Вон, Аленка. Слушай, коробка из-под, знаете. Ай, Ванька просто злится. Ревнуй, ревнуй. Ей не поставь не хочется эту кофту. Да, у них... Кофточка. По чему? Что, вообще некрасиво. Сначала одела эту кофту, походила, похвасталась, а теперь бросила. Уже в красоте какой-то мне сейчас говорить. Лучше бы денег бы дала в нее просто, и все. Да, дай девять. Это же подарок. Это подарок. Плохая примета, кстати. Слушай, ну... Можешь деньги дать? Вань, ну ты что, я приняла его? Я сама же не смогу эту кофту носить после этого всего. Подожди, смотри. Перекрасить, чтобы... Смотри. Очень смешно. Сейчас он придет, вот я вам скажу, два варианта. Либо эти деньги отдаю за кофту, либо забирай ее себе. Сама сейчас носи. Нет, пусть моя... Нет, сидела на локом. Не, ну сейчас из-за всего вот этого ржевания я не смогу эту кофту носить. Мне будет не по себе. Не рви ее. Пусть моя ее купит, а ты мне ее потом отдашь, и все. И что? Мужик. Чтобы ему соли. Все забыли типа сразу. О, ребят, помните кофта была? Денок сейчас. Саня, помнишь, кофту дарил Глеб Варе? Ты не знаешь, где она? Мы забыли, где она. Не туда, не туда. Держи, Глеб. Возврат тебе, пожалуйста. Возврат. Глеб, может, тебе денежку дать за кофту? Ну, засунись в жопу, скажи, пожалуйста. Что? Черт. Ну, дай нам провокатор, хренов. Я сейчас скажу ему, по-моему. Я думал, он сейчас ему это и скажет. Да, пойдет сейчас на твою руку, а уродную. Привет. Ну, как же. А? А? Я вам хочу тебе денег на него дать. Она сейчас пачка уже тональником, пойми. Там все, пипец. Куда вот ее, скажи. Ты на себя ее наденешь. Он лох. Просто. Вытащил. Он согласен, схавал это, а потом сейчас решил, видишь, исправиться. Он играет, я ее чувствовал. И все. Черт. Сраный. По-мужски не может решиться на вопрос. Мышь сраная. Ты что ты обижаешься? Слушай, ну ты не обижайся. Я тебя не... С помощью маленькой девочки, сука, решил свои вопросы. Гнида вообще. Фу, лох. Ты жесткий. У тебя, у тебя не хватило смелости, мужского достоинства, чтобы со мной отойти, мне объяснить, используя какие-то аргументы. Ты что ты резаешь? Ты как мышь, сука, сделал все, чтобы она вернула кофту. Девушка за тебя лишила вопроса. Ты лох вообще. Лошара просто. Да хоть за оскорбляй, если честно. Я тебе даже слова не отвечу. Да ты лох, потому что... Я тебе даже не отвечу. Мне настолько честно, фу, ни одно твое слово, ни одно оскорбление ничего не стоит. Телка. Поэтому все, да хоть за телка, если честно. Вообще нигде не трогай. Ты просто улог. Что твои респонтовые действия, которые всегда оборачиваются провалом. Что твои слова в мой адрес. Ты через девочку решил свои вопросы. Глеб, му-ста-фта. Такой детский сад, мне нравится. Он сначала поощряет то, что Варя взяла эту кофту, салют. То, что он прочитал такую песню про постель. Потом вы его науськали, и он такой, все, прекрати ухаживание, забирайте все. Либо мы не участвуем. Опять какие-то ультиматы он уставит. И Варя уже эту кофту отдала. Говорит, все, я не буду ее носить. Я говорю, а зачем ты ее вообще принимал опять, эту кофту? Надо было... Они, знаешь, как они сначала сделают, а потом поняли, что неправильно затупили, что отдали только повод Глебу ухаживать. Сразу начали возвращать подарки. Олег начал говорить, все, мы не друзья и так далее и тому подобное. Глеб злится, говорит, для меня все-таки карьера ничто, буду строить отношения. В общем, короче, не понять. Просто он опять очередной раз Варе манипулирует ее чувствами, а потом просто на другую девочку переключится. какой-нибудь будет новый приход хороший. То есть думаешь, он сейчас поедет в городский, там увидит где-нибудь на кастинге, там, или еще где-нибудь. И переедет сюда с ней, Варя там. Нет, Варя тоже сюда приедет и будет Глебу теперь как другу плакаться, какой Майами придурок, как все плохо. Вот и все. Слушай, я у тебя возьму пакетик один. Бери, конечно. А то что-то промерз на лобном, попарю ноги. Бери, грейся. Салют был долгий, поэтому ты замерз. Да, да. Я вообще так супер, мне так понравился. Видел, что Варька даже Дарыича потеряла, что для них кто такого не делал. Майами не делал, что так не пренебрегает. Я так же ей говорю, слушай, да он сделает пару таких романтиков, ты хочешь не хочешь, будешь с ним. Потому что Олег по сравнению с ним, он просто вот потерялся. Не нужно было просто из отчаяния, я что-то пошел, тебя что попроси, давай еще раз попробуем. Зачем это нужно было? Все, ты не изменишься, ты такой человек. С тобой реально дела имеют вообще никак, честно. Да ты что? Миш, тебе больше. Ты женская натура, мне будешь что-то говорить. Так а ты мне сейчас скажешь, ты лох вообще. Ты лох вообще, конченый смысл. Ты обиды будешь оскорблять, Глеб. Ты обиды, что ты лох. Все твои оскорбления от обиды. Олег, это не оскорбление, это не оскорбление, это констатация факта по твоим действиям. Да какая обида, мне на голову побежаться, а я на что обижу, ты не можешь набиться девушкой, у тебя от обиды, меня сейчас оскорбляешь. Каждое твое слово оскорбления, оно грош цена просто, грош цена. Чего ты к чему ты козыряешь? Тебе везет, тебе везет только в одном, то что Варя тебя любит, и все. Мне фартит, Глеб, потому что я человек. А если у Варя, а когда у Варя пройдет любовь по отношению к тебе, ты будешь идти и далеко, и долго. В данном случае тебя спасает, ты мне тыкать не имеешь, у тебя нет ни одного аргумента. Тебя просто девочка любит. И все, и все. И как только ты это чувство сам расходишь, она сама говорит, что ты конченый лох вообще. Глеб, меня девочка любит, поэтому ты говоришь, чем ты козыряешь? А козыряйте вы, что Глеб, у меня все хорошо, а твое оскорбление и твои действия, а не пустота. Эти парни просто здорового, взрослого, защищают своего. Мы престижим тебя, что ты стреляешь, что ты стреляешь, что у меня того не было в партнере. Ты как строго на себя ведешь, вообще просто, кончено себя ведешь. Ты ужасно выглядишь, вообще просто. Здравствуй, на корню пресекай. Блядь твоему поведения. Да, на корню. Вот что в таких ситуациях ебал. Ксюхе, позором был, чтобы из-за тебя. Я не буду тебя девочкой называть, я еще раз искал. Да мне без разницы ты говоришь, Терехе. Я хочу твоей девочкой, я буду, а ты сидишь и ржешь. Поэтому ты как бабу поступил. Если бы так не поступил, мы бы тебя не усмеем. Я смеюсь тебе в лицо, иди ты. Все, хорошо. Олег, ты тебя пускают право в печати. Кто? Да все. Кто? Все. Кто? Кто ты, например? Все. Все тебя пускают. Если бы хоть один из вас, для меня, для меня, имел какое-то, вообще, честно, какое-то, ну, уважение, что-то. А это не имеет, да? Мы, так не без разницы. Олег, ты понимаешь? Это здесь даже смысл в том, что всем наплевать на твое уважение к нам. Да мне вообще наплевать. Ты сейчас просто выступаешь хвостиком во всей этой ситуации. Что я? Хвостиком выступаешь. Каким хвостиком? Каким. У Глеба понятно, почему. А у Терехина понятно. Ты здесь при чем? А хвостиком-то каким? Ты при чем здесь? А хвостиком-то каким? У тебя нету больше обоснований, вообще, сейчас, самую, что комплектовать всюду в воду. Я знаю, я знаю, я знаю, что ты можешь это нести. Здесь я рад из-за того, что Варя, она в отношениях ваших уже на коне, понимаешь? А, да, это я. Просто на коне. Раньше ты был на коне в отношениях, а сейчас сама. Ты ей мог крутить как верней, а сейчас она с тобой. И что? И я вот этим восторгаюсь, что человек умнеет, понимаешь? Да слава богу, я счастлив. Человек мудрее становится. Ребята, я счастлив, перестаньте. Молодец, Варь. Молодец, конечно. Варечка, молодец, реально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова